Разбирали заповедь «Не убивай, не совершай преступление, убийство», и мы говорили о различных формах убийства. Мы также говорили о допустимых формах убийства, или, как говорят, что допустимый грех убийства. То есть есть случаи, когда лишать человека жизни необходимо. Но все равно любое лишение человека жизни, вы понимаете, конечно, это грех. Но какие три вида убийства не являются убийством? Помните, мы говорили? Самооборона, да? Второе, это опять широкий вариант самороды – война. И мы говорили, что тот, кто на войне, он должен воевать, он должен защищать свое отечество, он должен защищать своих и свою жизнь, но он не должен иметь, это очень трудно, он не должен иметь зла против своего противника, он не должен поддаваться на провокации, он должен постоянно следить за собой, да, чтобы не было у него чувства мести. Но при этом, при всем, он каким должен быть худшим солдатом, лучшим солдатом, да, он должен показывать, что не боится смерти верующий. Если показывать, что он боится смерти, значит, люди понимают, чего его вера стоит. Правда? И третий тип, мы говорили, это смертная казнь, да, это смертная казнь, которая осуществляется по приказу суда. И в Торе есть восемь причин таких, по крайней мере, восемь, может быть, и больше кто найдет, для смертной казни. Мы перечисляли их, да? И если какие-то государства против смертной казни, из так называемого гуманизма, то это не по Божьим законам, но это может быть по милости, потому что мы говорили, что судебное разбирательство у нас несовершенно, да? И бывает, что если казнишь невиновного, но если человек на пожизненном заключении, и какие-то возникают, да, вопросы, видите, суд еврейский, так называемое римское право, это фактически еврейское право, чтобы вы знали, да? Ну, вы слышали, да, римское? Это кодекс Юстиниана. Это примерно он формировался в течение 15 лет, с 540 до 555 года нашей эры. Потому что Юстиниан пришел к власти примерно в 530 году и примерно в 65-м, и чуть позже он умер. И у Юстиниана было, их было, значит, три товарища, да? Одна женщина, которая стала императором, была императорицей, была проституткой. Был год в Елизарии, который стал выдающимся полководцем. И был крещеный еврей Петр из Кесарии, из Израиля. Петр учился вместе в университете с будущим императором. Западная Римская империя в это время погибла. И для Восточной Римской империи, для Византии были очень черные дни. Нужно было как-то что-то изменять. И были проведены ряд реформ. В частности, реформа судебного права. Да? И реформа судебного права – это вот эти римские законы. Они в действительности не римские. Рим, как Западная империя, уже пал. Там уже были готы, германцы. А это было Восточная Римская. Но Восточная Римская империя называлась Романия. Сейчас есть государство, которое... Да, граждане Романии, мы не говорили, Византийской империи не было, не существовало. Это просто придумали историки для того, чтобы делать такое отличие. Они назывались ромеями. Ромеями. В действительности, это были греки, Восточная Римская империя. И вот этот кодекс Юстиниана получил название римского права. И он как раз основывается на еврейских принципах. Вот то римское право, например, презумпция в виновности была. То есть, если человека арестовывало государство, или там прокуратор, типа Понтия Пилата, он уже заранее считался виновным. Ему нужно было доказывать свою невиновность. Доказывать очень просто. Брали его и били. Считали, что человек, если он невиновный, то Бог ему поможет. И будет нормально. Если встречались два доносчика, например, такое же право абсолютно было на Руси в средние века. Если кто-то доносил на другого, значит, он говорит, ты так сделал, а он говорит, я так не делал. Что делали? Били обоих. Кто первый, так сказать, не выдержит, тот не прав. Но при этом еще на Руси было такое гуманное право доносчику первый кнут. Так что вначале убили доносчика. Да. И поэтому вот помните, что Ешуа, в чем процедура дознания осуществлялась? В чем осуществлялась процедура дознания Ешуа? Его обичевали, да? А затем уже незаконно к казни приговорили. Но по праву Ессиняна такое делать нельзя. Значит, нужно было доказывать не невиновность, а виновность. Как раз, как евреи делают, да? И нужно было иметь конкретных свидетелей, которые точно могли доказать. Мало было, даже если человек часто бывает самоговаривает себя, да? Нужно доказать виновность. В том случае, если виновность человека не была доказана, да? Вот в таком случае его ни в коем случае не могли казнить. Но если человека приговаривали к смертной казни, и есть такой толдот Ешу, есть такой толдот Ешу, потом его выбросили из Талмуда, да, там говорили, что Иисусу, ну, так, в действительности, не было, это просто они брали свою практику, табличку повесили и 40 дней водили по Иерусалиму, и ни одного человека не нашлось его оправдания. Ну, в действительности такого не было, вы знаете, что Иисуса казнили в течение суток, даже меньше суток прошло. Но такая практика в то время существовала. То есть, даже если были приговорены к смертной казни, в течение 40 дней еще человека выводили, водили по улицам. может быть, найдется кто-то, кто скажет, что этот человек невиновен. И вот, что интересно, если решение суда признавало человека виновным, то до самого последнего момента, как осуществляла казнь, была возможность доказать его невиновность. Но если суд доказывал невиновность этого человека, а потом появлялись доказательства его виновности, то пересмотра дела не происходило. И так происходит и сейчас в судах, если вы заметили американских. Допрос адвокатов точно проходит по еврейской системе. Допрос свидетелей, то есть, адвокатами и так далее. Все это... И вы знаете, для чего стоял Павел и сторожил одежды? Потому что даже когда начиналось побивание камнями, ставили возле дороги, там, где складывали одежды, люди, ставили часового. И если со стороны города появлялась какая-то пыль, всадник скачет или что-то еще, он должен был дать знак, чтобы казнь прекратилась. Поэтому, Павел говорит, я имел возможность предотвратить эту казнь, да? Но я что, я одобрял все это, когда Стефана казнили. Вот такое было право. Поэтому большое вот такое уважение к людям. Вы знаете, что если казнь, приговорен человек к казни, то казнь должна была осуществляться в течение суток. Для чего? Если по какой-то причине казнь откладывалась, то казнен отпускали. Если какая-то получилась неудача с казнью, да? То опять-таки он уже объявался невиновным. То есть очень-очень такие гуманные законы. И эти законы тоже есть в Торе. И мы говорили еще, что есть такие допустимые в обществе, но абсолютно недопустимые с точки зрения Торы вещи, да? Это какие мы говорили вещи? Эвтаназия и аборты, да? Эвтаназия это прерывание жизни человека. Делится на активную эвтаназию, считается вроде гуманная, типа представить, чтобы не мучился, да? Абрам, Абрам, что, Сема, да пристрели меня, чтобы я не мучился, да у меня патроны кончились, а ты у меня купи. Вот это называется активная эвтаназия и пассивная эвтаназия, да? Ну, вроде человек не должен мучиться, но я вам скажу, что дело в том, что мы не знаем, во-первых, бывают часто такие случаи, когда человек считает себя смертельно больным и потом в конечном счете выздоравливает, да? Или определяет врачи болезнь какую-то смертельную, а потом что? Ошибается, да? Во-вторых, страдания, страдания это часть тоже нашей школы, которую мы проходим на этом свете, да? Я говорил, что люди вот тоже спасаются, да, как бы из огня, это не о чистилище идет речь, вы понимаете? Это не о чистилище еще идет, это речь идет о Божьем суде. Но некоторые так придумали, типа, чистилище, вроде как бы, ну что делать с этими людьми, которые не очень хорошие, не очень плохие, да? Отправим на тысячи лет, а если будут молиться и больше денег давать, да, в церковь, то может их, это совершенно другое, это абсурдное понятие, да, чистилище. Но все-таки, знаете, в какой-то мере наши страдания, да, они связаны с этой, в этом мире, часто люди, праведники страдают, да, но зато имеют плод в будущем мире. И мы не знаем, как эти страдания и что они дадут, да? Поэтому все равно, даже человеку, если нужно пройти через страдания, в любом случае, страдания, они временные, правда? И важно, что для нас? Вечность, да? Вот мы не умеем, и как-то, может, об этом тоже поговорим, мы не умеем готовить людей к смерти. Вся мораль нашего общества заключается в том, чтобы любым способом отвлекаться, как только угодно, чтобы только не думать о смерти. И когда смерть приходит, человек оказывается к ней абсолютно неподготовленный, да? И если человек смертельно болен, нужно ему сообщать об этом? Обязательно нужно об этом ему сообщать. Почему? Он должен, во-первых, подготовить все свои дела, сделать, да? Ну, сообщить, соответственно, нужно таким способом, чтобы, конечно, не выгнать человека в шок. И если человек не будет знать, то он не будет готов к смерти. Надо подготовить дела здесь, и надо подготовить дела в грядущем мире. Правда? А неверующий человек, для него само понятие смерти ужасно. Да? Как это может так быть, что меня не будет? Впрочем, некоторые радовались. Маркиз Де Сад, например, он говорил, что он радуется, что после смерти ничего не будет. Он был атеистом. Ну, для него это был лучший выход. Помните, кто такой был Маркиз Де Сад? Ну, а слово садизм от него, да? Ну, а как-нибудь на перерыве я про него расскажу и про Мазоха расскажу. Просто не к теме нашей теперешней лекции. Но в действительности будет рядущий мир, да? И к этому надо быть готовым, к этому надо подготовить. Поэтому человек обязательно должен знать, если даже сроки своей смерти сказано, что тебе два месяца, три месяца осталось и так далее. И это очень важно. Но эвтаназия ни в коем случае не допустима. Вот. Ну, я говорил самоубийство, будем потом говорить никогда о самопожертвовании. Это разные вещи, да? Активная эвтаназия, когда человек умиршляет каким-либо способом. Пассивная эвтаназия допустима, но тоже нежелательно. Почему? Ну, допустим, аппаратное дыхание, да, у человека, и это стоит много денег. И родственникам много денег, и для того, чтобы не было разъявительно для родственников, разрешается. Но все-таки я бы не советовал людям решать эти вопросы. Потому что бывали разные случаи, когда человек уже так приговаривали к такой пассивной эвтаназии, а родственники не соглашались и продолжали какое-то время, да, и бывает через несколько месяцев, а бывает и через несколько лет, да, и что делать потом? Человек приходит в себя, да? Поэтому мы не знаем, опять-таки, мы не знаем. И еще второй случай, который допустим в обществе, но не допустим, это что мы говорили? Аборты, да? Аборты или прерывание беременности допустимо только по медицинским показаниям, да, если угроза здоровья и жизни матери. Вот. Ну, а если говорят, будет идиот и так далее, но все-таки еврейская традиция говорит, пусть родится, да, тот, кто родится, он тоже в Божьем плане имеет, да, отношение. И мы еще говорили, что если предохранение не связано с абортами, да, это не является преступлением, не является грехом, и предохранение возможно только в двух случаях, если человек выполнил свою заповедь, да, плодитесь и размножайтесь, то есть есть определенное количество детей, есть какая школа? Еле-еле и Шамая, да, у Шамая более строгая школа. Шамая, помните, он говорил, вот это его фраза, цитирует, его фразу цитирует Ишуа, что тот, кто разводится своей женой, дает повод, прелюбодействует, да, а тот, кто женится на разведенной, тот что делает? Прелюбодействует, чтобы вы знали, Ишуа это не сам опять-таки выдумал, а это есть то, что сказал Шамая, он просто его процитировал, просто его процитировал. Но по поводу абортов есть еще разные мнения, я еще раз говорю, что по медицинским показаниям, когда вопрос выбора жизни матери, да, и выбора жизни плода, а то, что у тебя будет много детей, вот, жил, жил в одной еврейской себе, да, Менделей, 14-й ребенок, Менделеев, а если бы он не родился, и видим, чего мы или кого назвали бы таблицей, был 14, да, Мендель, Мендельсон, Манделла, Менделеев, а? Ну, фамилия, по крайней мере, еврейская, а Мечников точно был еврей, по матери. Хорошо, и как же решать? Я еще раз говорю, вот то, что я сейчас буду говорить, это не есть мое мнение, это и есть мнение различных равенов, но чтобы вы их тоже знали. На чем они основывают разрешение абортов, видите? есть заповедь, шмот, шмот, 21 глава, помните, мы говорили, что эти законы, в основном, 20-я, 21-я глава, с 22-го по 23-й стих, и когда дерутся люди, и ударят беременную женщину, и она выкинет, но опасности не будет, то есть, для ее жизни и здоровья, тот, кто ее ударил, наказывается выкупом, какой наложит на него муж, той женщины, и он платит через судей, если же оказывается опасность, то отдай душу за душу, да? То есть, в данном случае, если женщина умрет, после такого выкидыша, если ее ударили, то что? Смертная казнь. Но если женщина не умирает, совершает выкидыш, оказывается, к смертной казни что? Не приговаривает. То есть, почему? Неизвестно, да? Доносит ли, доносила бы она, или был бы ребенок, родился бы здоровый, мы не знаем. А? Ссылка, шмот, исход, 21 глава, 22-23 стих. То есть, если бы было иначе, то наказанием за убийство полода, да, был бы не денежный штраф, а смерть, так же, как за убийство женщины. Поэтому некоторые раввины считают, что аборт не является убийством. Еще одно место, значит, это уже Талмуд, Мишна. Мишна – это комментарий Торы, Гемара, можно сказать, комментарий Мишны. И вместе они составляют Талмуд. Если у женщины тяжелые схватки, и ее жизнь в опасности, зародыш разрезает утробы и вытаскивает по частям. Знаете, бывает поперечное предлежание, то есть, идет плод поперек, и уже невозможно вынуть плод, да? Иногда делают кесарево сечение, но если не делали кесарево сечение, то было извлечение плода по частям. И если у женщины тяжелые схватки, жизнь в опасности, зародыш разрезает утробы и вытаскивает по частям, так как жизнь женщины важнее жизни зародыша. Но если большая часть младенца уже снаружи, нельзя его убивать, ибо нельзя отдавать одну жизнь за другую. То есть, по данному комментарию, плод считается человеком, когда уже большая часть его снаружи. Но расчленять плод без угрозы жизни матери непозволительно. Непозволительно. Еще очень интересный такой и сложный для понимания вопрос. А если женщина приговорится к смертной казни и оказывается, что она беременна? Видите? Что? Значит, если ждать, пока родится ребенок, это она будет ждать 9 месяцев и думать, что ее после этого повесят там или расстреляют, или казнят. Да, помиловать. Нельзя казнить, помиловать. Да, запятая не стоит. Значит, разбирайтесь, ребята, сами. Я еще раз говорю, это не мое личное мнение, это мнение некоторых равенных. И вы знаете, что ни в Талмуде, нигде, нету однозначного мнения. Да, все вопросы решаются применительно к конкретной ситуации. И обычно, если очень серьезный случай, то нужно, по крайней мере, три человека, равенных или сведущих таких, как комиссия. Ну, почему три человека? Потому что два человека могут сговориться, правда? Вот. А нужно обязательно решать вопрос. вопрос, да. Итак, значит, если это Мишна Арабин 1,4, говорит так, если женщина осуждена на смертную казнь, и после вердикта оказалось, что она беременна, мы не хотим, чтобы она рожала, то есть, ее казнить надо немедленно. Дело в том, что, когда Верховный суд приговорил к смерти, а только Верховный суд Израиля мог вынести такой приговор, в Израиле не существовало инстанции для апелляции, и приговор превратился в исполнение на следующий день, как равенны считали, да? Вот. То есть, пробедление в этом случае было пыткой для осужденного. Если это делал Верховный суд, да? Хорошо. И говорю, вопрос, зачем вообще казнить беременную женщину? Другие народы, окружающие евреев, египетяне, греки, римляне, откладывали казнь до рождения ребенка. Почему так не поступали евреи? С их точки зрения это было что? Их с точки зрения это было к женщине проявление жестокости. Да, плод, он не знает, что умрет, да? Но женщина это было, она ждала. Ну, еще раз говорю, что практически такого не применялось, но теоретически такие рассуждения были. Вот еще такой вопрос. Значит, беременная женщина принимает гиюр. Да? Знаете, что такое гиюр? Гиюр это определенная процедура, после чего женщина считается еврейкой. Вы знаете, что есть такое правило, что всякий рожденный еврейкой является евреем, да? Но я еще раз говорю, что нету такого правила, что если мать не еврейка, а отец еврей, то он не еврей. Понимаете? Нету такого правила, это просто выдумка самих, да, самого суда. И тогда в таком случае нельзя говорить, Авраам родил Исаак, Исаак родил Яков и так далее, да? И 12 патриархов, которые сына были скорее всего на не еврейках, но потом может быть принявший гиюр. Итак, если женщина беременна проходит гиюр, и ребенок рождается после этого, он считается евреем, и ему не нужно проходить гиюр. Но если она проходит гиюр после рождения ребенка, даже если ему только один день от роду, то он не считается евреем. Были еще разные такие вопросы, как помните, женщин часто насиловали, и некоторые раввины говорили, что женщина изнасилована не обязана растить семя, посаженное в ней против собственной воли, и она может вырвать семя незаконно посаженное. Еще раз говорю, что это мнение раввинов. Но большинство раввинов считают, что аборт только допустим когда в случае угрозы здоровья или жизни женщины. Хорошо, ну, немножко, может быть, поговорим о разводе, хотя это не говорится, жизни и смерти, но все-таки, вы знаете, это тоже важный вопрос, да? И вавилонский талмуд Раби и Элизер сказал, если мужчина разводится с первой женой, даже алтарь льет слезы. Какое основание этого находим? Малахия. Совершенно верно. Это пророк Малахия. Если кто возьмет жену и станет ее мужем, и она не найдет благоволения в глазах ее, что значит маца хэн 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 бээээна. То есть она ему не понравится, да? Да, не находит благоволение, значит не понравится. Нет, это Дворим 24 глава 1 стих. А в Аллахии вы можете посмотреть, там по-моему 2 глава. Итак, если кто возьмет жену и станет ее мужем, и она не найдет благоволения в глазаххе, то есть разлюбил, не понравился она ему, потому что он найдет в ней что-либо постыдное, он напишет ей разводное письмо, разводное письмо, как она называется, гэть, отсюда, гэть, гэть, отсюда, да? Гэть, отсюда. То есть обязательный документ, имеющий юридическую силу. Но у многих арабских мусульманских странах достаточно просто сказать, я развожусь с тобой. Это надо три раза сказать. Дворим 24 глава 1 стих. И даже можно по-смс послать. Но не меньше трех раз. Первый раз может человек просто с реча сказал, да? То есть он три раза пошлет смску своей жене, я с тобой развожусь, то все. Развод считается законным. Да. И видите, есть брачный контракт КТУБА, который гарантирует финансовое обеспечение в случае развода. Там все рассуждается, как, что будет происходить при разводе. Это кажется немножко странным, но это, вы помните, регулирует социальное положение женщины, да? Потому что разведенная, вдова у нее намного, намного хуже социальное положение становится. Женщины в те времена не работали. Какие же причины для развода? Мишна Гетин 9 дробь 10 говорит, вот на этом основании, если она не понравится, да? То Шамай говорит так, мужчина не может развести с женой, кроме случая, когда она ведет себя распущено. Помните, мы говорили, что значит ведет себя распущено? Если женщина прелюбодействует, да, то что, нужно с ней разводиться? Бибить камнями, да? Но бывают такие случаи, когда невозможно доказать, да? Вот. Невозможно доказать. И женщина ведет себя распущено, то есть есть подозрение, что она совершает прелюбодеяние. Школа Гилелья говорит, что он может даже развестись, если она просто сожла его обед. А рабе Акива говорил, что может даже развестись, если найдет более красивую женщину, чем его жена. Что мы знаем, как напрямую противоречит Малахе, да? Напрямую противоречит Малахе. Чтобы вы понимали. И Гилель говорил так, что в принципе, если есть любовь, то мужчина все терпит. Ну, если даже такая мелочь, как хорошо приготовленный обед, да, но все женщины хорошо готовят. Не все, правда? Большинство мужчин это терпят. Но раз уже так, значит, уже любви точно нет. Это просто какой-то повод для того, чтобы развестись. И он все равно найдет такой повод. Правда? Вот. Акива говорил так, нельзя заставлять женщину продолжать жизнь мужчиной, которому нравятся другие женщины. Вот так. А школа Шамая говорила, что, значит, не может мужчина развести женщину, кроме плейбодеяния, а также женщина не может развести с мужем, кроме случая, когда он ведет себя, как явный развратник. То есть, если он один раз совершил какой-то грех, да, это является причиной для развода. Многие женщины просто не умеют прощать и не могут прощать, и сами разрушают свою семью. Особенности страшно, если швикрух или теща еще внедряется в этот диалог, да, правда? Это решение двоих. По милости, по милости надо действовать. Ну, в крайнем случае. и тогда в этом случае Шамай что говорил? Если женщина разводится с мужем, если муж дает жене развод, то он дает ей что? Повод прелюбодействовать. То есть, в принципе, нужно что делать? Прощать друг друга. Согласны? Согласна, что это Шамай, они просто обязаны прощать друг друга. И тогда мужчина дает повод жене прелюбодействовать, а тот, кто женится на разведенной, то что делает? Прелюбодействует. Именно это выражение Шамая процитировал Ишуа. Вот. Но бывают случаи, когда муж плохо ведет с женой, избивает, превращает жизнь в кошмар. И женщина хочет развестись с мужем. Тут не в прелюбодействии, ничего, и вроде бы нет как-то возможности. А мужчина говорит, я не хочу с ней разводиться. Что в таких делах? Случа. И вот по этому случаю в 12 веке Маймонит, помните, мы говорили, рабе, маша, бен, маймун, он издал указ, согласно которому, если мужчина отказывается дать развод женщине, которая имеет на него право, его надо сечь, пока он не согласится. У тех, кто проходили прошлый курс, этот вопрос был на тесте. Что делать с мужчиной, который не хочет разводиться с женой? Бить его, пока он не согласится. Вот так. И так же говорит Вавилонский Талмуд, если муж отказывается дать жене развод, его нужно заставить сделать это, чтобы он сказал, я согласен. Ну, есть еще другие такие, как примеры развода. Фраза из Исаии 58-7 не прячься от своей плоти. Да, это обязательство каждого перед женой, с которой он развелся. То есть, человек развелся с женой, но у него было завет плоти с ней, да? Вот, по классической Торе, если человек развелся с женой, и она вышла замуж за другого, или имела отношение с каким-то другим мужчиной, он не имеет права жениться. Но это по закону, да? Вот, развелись, а потом он опять на ней женится. На своей жене. Бывают такие случаи? Если у него в это время был другой мужчина, как они были в разводе. Но милость есть милость. И мы помним пример Осии, да? Который женился на своей бывшей жене, да? Которая прелюбодействовала, и он ее взял. И даже он взял детей блуда, то есть детей, как будто нажитых вне всеверной жизни. Поэтому, видите, по закону надо было поступить так. Но милость есть милость. И вот на основании фразы Исаия 58 7, это показывает, что муж, даже после развода, он обязан оказывать помощь своей жене. Так, значит, жена раби Иосиф заставила его страдать и насмехаться над ним. Раби Илазар пришел к нему. Это равены, которые жили в первом веке нашей эры. Помните, мы говорили в Явное, вроде в Явное. Раби Илазар пришел к нему и сказал, господин, разведись с ней, она не оказывает тебе должного уважения. Раби Иосиф ответил, я не могу заплатить ей сумму, записанную в ктубе. Раби Илазар сказал, я дам тебе необходимые деньги, разведись с ней. Раби Илазар дал деньги и Раби Иосиф развелся. Тогда она вышла замуж за городского стража. Через какое-то время страж разорился и ослеп. И его жена водила его за руку, простя милостыни. Однажды они прошли по всему городу, но не собрали ничего. Муж спросил ее, неужели нам больше некуда пойти в этом городе? Она ответила, есть еще один район, но там живет мой бывший муж, и мне стыдно туда пойти. Он бил ее, пока она не повела его в дом к Раби Иосиф. Именно в этот момент Раби Иосиф проходил мимо и увидел, как ее новый муж издевается над ней, и дал им дом и еду на всю оставшуюся жизнь. Дом и еду на всю оставшуюся жизнь. Да. Несмотря на это люди слышали, как бывшая жена говорила, мне было лучше страдать снаружи, чем так, как сейчас, когда мне больно внутри от того, что меня содержит бывший муж. Это палестинский талмуд, трактат Ктубот. И еще из Берешит Раба, то есть это комментарий на Берешит. Одна женщина из Сидона прожила своим мужем 10 лет, у них не было детей, и согласно закону, по которому в те дни решались такие вопросы, они пошли к Рабе Шимону Бар-Яхаю и спросили развода. И сказал им, когда-то был свадебный пир, точно так же и вашу новую жизнь надо начать с пира. Они последовали его совету, устроили пир. Во время трапезы женщина подливала своему мужу все больше и больше вина. Когда он уже был в веселом расположении духа, он сказал жене, моя любимая, ты можешь забрать из моего дома все, что ты любишь в дом твоего отца. И что она сделала? После того, как ее муж заснул, она велела слугам перенести кровать, на которой он спал, в дом своего отца. Посреди ночи он проснулся и когда протразвел, то с удивлением посмотрел вокруг. Любимый воскрикнул, где я? В доме моего отца. А что я делаю? Тут она говорит, а разве ты не помнишь, ты сказал мне, что я могу забрать с собой все то, что я люблю больше всего в дом своего отца. Я люблю тебя больше всего на свете. Они снова отправились к рабе Шимона Барьяхая, тот помолился за них и женщина забеременела. Вот такая получилась интересная история. Хорошо. Теперь еще некоторые вопросы касающиеся смерти, убийства, самоубийства и так далее. Можете записать некоторые дополнительные принципы. Некоторые дополнительные принципы. Заповедь не убивай требует также избегать ситуаций, которые могут привести к убийству. Если вы видите, что кто-то собирается подвергнуть опасности свою жизнь или жизнь других людей, вы обязаны сделать все, чтобы остановить его. Если кто-то стоит на краю крыши и хочет прыгнуть вниз, что вы должны подтолкнуть его, да? Если, значит, видите, это шутка, да? Я еще раз, чтобы вы были внимательны, я его прочел, вы даже не заметили. записать. Да. Если вы видите, что кто-то собирается подвергать опасности свою жизнь или жизнь других людей, вы обязаны сделать все, чтобы остановить его. Так? Записали? Я еще раз говорю, некоторые дополнительные аспекты к заповеди не убивают, да? Вот. Если вы видите, что кто-то хочет совершить самоубийство или убийство, что вы должны сделать? Остановить его, да? Вот. Ну, например, после обильной выпивки ваш приятель собирается сесть за руть автомобиля. Ясно, что у него нет и мыслей не кого-то убивать, а тем более нет мыслей убивать себя. Вы должны это ему позволить? Не должны это ему позволить. Или если ваш сосед алкоголик и он требует от вас, чтобы вы принесли ему выпивку или наркотики или какого-либо яда? Можете вы это сделать? Да. То есть по этому закону, да? Это расширенное толкование этого закона. То есть нельзя делать так, чтобы создавалась ситуация, когда человека убьют, либо он совершит самоубийство. Итак, если кто-то собирается подвергнуть опасности свою жизнь или жизнь других людей, вы обязаны сделать все, чтобы остановить его. Хорошо. При этом можно использовать любые средства. Уговоры, хитрость, физическое воздействие, вплоть до вызова полиции, или обездвижить его, или связать, вы сами понимаете. Дальше. Значит, заповедь не убивай, также связано с предыдущей заповедью, говорящей о почитании отца и матери. Потому что если кто-то материально обеспечен, но не помогает своим старым воздуждающимся родителям, то он подобит убийце. Когда мы будем говорить о речи, еще человек злословище тоже расценивается как убийца, но это мы будем отдельно говорить. Итак, если человек не оказывает отцу и матери должное почтение и не помогает им материально, то он кто? то же самое, что убийца. Хорошо. И также заповедь предостерегает нас от другой крайности. Если любящий сын ревнию бережет честь и достоинство родителей, запрещено покушаться на жизнь их обидчика, а родителям нельзя требовать мести от своих детей. Заповедь не убивай распространяется на всех людей, на евреев, неевреев, мужчин и женщин. Почему? Потому что кроме того, что она входит в десять заповедей, она входит в семь заповедей сынов Ноя. Да? Помните, есть такие семь заповедей, которые обязаны все люди соблюдать. Хорошо. И также это связано с запретом публичного оскорбления человека. Записывайте. Это связано с запретом публичного оскорбления человека. Талмуд объясняет, что речь идет о преступлении, которое приравнивается к кровопролитию, если оскорбление было нанесено в присутствии достаточно большого количества людей. Как видим, Иешуа говорит то же самое, что говорят еврейские раввины. Если ты говоришь своему брату дурак, да, то ты что? Рака. Рака это висок. да, то ты можешь быть осужден синедрионом. Правда? Хорошо. И всякие злословища, и тем более публично злословища, ну, обычно считают достаточно большое количество людей, это сколько? Слышишь такое выражение миньян? Как минимум. Да, сколько человек? Десять человек или больше. Впрочем, публичное оскорбление пагубно не столько для жертвы, сколько, в первую очередь, для самого обидчика. Еврейская традиция говорит, у того, кто прилюдно унизил ближнего, душа не минует ада. Видите, как серьезно. Еврейская традиция говорит, у того, кто прилюдно унизил ближнего, душа не минует ада. Также, кто считается убийцей? Тот, кто лишает ближнего возможности зарабатывать на жизнь. Или, кто не имеет права выносить постановление еврейского закона, но берет на себя эту функцию. Вот, если вы увольняете своих рабочих, да, и они оказываются без возможности дальнейшей работы, то вы кто? Убийца. Тем более, если вы выгоняете кого-то из женщин. Некоторые, допустим, беременных женщин выгоняют с работы, да, работодатели. Знаете, вот, некоторые говорят, что мы берем только женщин, которые не будут беременеть и рожать. И, если женщина делает по этой причине аборт, кто считается убийцей? тот, кто поставил ее в такие условия. То есть, если вы ставите человеку условие, что он вынужден совершить самоубийство, или он доходит до сумасшествия, или в результате тяжелой психической травмы, стресса, то кто считается убийцей? Да, это не самоубийство, это доведение до убийства. Вот, различные, допустим, посягательства на честь человека, ну, вот сейчас суровые законы, например, принимаются, когда начальники против секретарства, да, помните, даже президента сняли по этой причине. То есть, если человек доводит до преступления, а если до блуда, а это тоже есть преступление, да, грех смерти, то он тоже будет считаться убийцей. То есть, видите, это есть тоже нарушение заповеди «не убивай». Теперь по вопросу самоубийства. Опять-таки, как и убийства, да, есть дозволенные и недозволенные случаи. Есть самоубийство, есть самопожертвование, да, и есть прославление имени Всевышнего. Вот. Такие три вещи надо понимать. Потому что самоубийца – это не только тот, который совершил самоубийство, но также тот, который поставил себя в такие условия, что он погибнет. Ну, например, человек хочет перейти по льду через речку. И ему говорят, что лед может треснуть. А он говорит, я верю в Иисуса и все равно перейду эту речку. Так кто он? Самоубийца. Он самоубийца. Правда? Вот. Но если ты ему не сказал, что лед тонкий, так кто будет виноват? Тот, кто не сказал, да. Есть такой был Байя ибн Пакуда. Жил в средние века. Написал очень интересную книгу «Обязанности сердца». Вы можете прочесть, очень замечательная книга. «Обязанности сердца». Байя ибн Пакуда. Да, «Обязанности сердца», четвертая глава. Самоубийца – это часовой, покинувший свой пост. Вот такое дает определение. самоубийца – это часовой, покинувший свой пост. То есть, иудаизм осуждает самоубийство. Это говорят, что даже среди Израиля это единственный случай, когда мертвый наказывается после смерти. Потому что еврейское право требует, чтобы самоубийцу хоронили отдельно. Некоторые поминальные молитвы по ним не считаются. Но я вам скажу, какие там молитвы считаются и где вас похоронили, все равно как мертвому припарке вы сами понимаете. Но это для живых. Чтобы у живого еще меньше было повода для того, чтобы совершить самоубийство. Поэтому эти законы равен и вели и это написано для того, чтобы напугать потенциальных самоубийцев. На практике смерть человека по вине умершего редко объявляется самоубийством. Перерыв, да? Сейчас мы разбираем вопросы самоубийства. Мы говорили, что есть определенный случай, когда есть самоубийство, самопожертвование, да? И прославление имени Всевышнего. Самоубийца это часовой покинувший свой пост. И равенны строго осуждали самоубийство и даже запрещали самоубийц хоронить, да? Вы помните, на кладбище или считать по ним определенные поминальные монитвы. Но это сделано, я еще раз говорю, не для мертвых, а для кого? Для живых. Потому что, как пишут сами равенны, причины этого для того, чтобы напугать потенциальных самоубийц. Но на практике смерть по вине Увершева очень редко объявлялась самоубийством. Чаще всего объявлялось, что произошел несчастный случай из-за временного помешательства. потому что клеймо это служило также наказанием близкого покойного часто, а не самому самоубийцу. Вы знаете, что если человека находят повешенным, да, и даже бывают случаи, что какие-то письма вроде бы как бы подсмертные, бывает это самоубийство всегда или нет? Мы до сих пор не знаем о решении самоубийства это или нет, есть даже фильм об этом. То есть в любом случае, когда есть какие-то сомнения, да, человек не считается самоубийцей. Еще раз, если человек в результате очень тяжелых обстоятельств, стресса совершил самоубийство, да, или довели его до этого состояния, все бывает, да, значит, бывает убеждительство, дьявол, да, действительно овладел человеком, является этот самоубийством. Нет. Бог, конечно, рассудит, да, но мы не можем судить человека, то есть, если хотя бы смечающее какое-то обстояние, если он уже говорил, я покончу жизнь самоубийством, я покончу жизнь самоубийством, вчера, сегодня, третьего дня, ему отговаривали, ему объясняли, что нет, не надо, нет, не надо, он таки взял и покончил, да, вы понимаете. Дети часто кончают жизнь самоубийством, подростки кончают жизнь самоубийством и так далее. То есть, такие вещи не всегда расцениваются, не всегда нужно объявлять как самоубийство. Это в большинстве случаев равен, объявляют как несчастный случай или результат временного помещательства. Поэтому есть определенные критерии. Вайлонский Талмуд, малый трактат Смахот, так говорит, кто считается самоубийцей? Не тот, кто забирается на дерево или крышу падает и разбивается насмерть, а только тот, кто говорит, я сейчас подезу на дерево или крышу, спрыгну и разбьюсь насмерть. И потом другие видят, как он это делается. Такой человек считается самоубийцей и по нему не читает поминальных молитв и не выполняет поминальных обрядов. Но человек, которого нашли задохнувшимся, висящим на дереве, мертвым от удара меча, не считается самоубийцей и в таком случае никакие обряды не отменяются. Раби Ехиель Эти Тайн в книге Арух Гашульхан Яцер Де пишет Основной принцип при разборе случаев самоубийства мы приписываем действия человека любые посторонние мотивы, какие можем. Например, страх, уныние, безумие и другие похожие мотивы. Тот же Байя Ибн Пакуда в «Обязанности сердца» пишет «Чем ближе отношение убийцы и жертвы, тем отвратительнее преступление. А человек ближе всего к кому? К самому себе». Правда? Философ этот, живший в XI веке, считает суицид, то есть самоубийство, преступлением худшим, чем убийство. Также Раби Акива говорил так, что делать с самоубийцами? Не предайте его забвение, не благословляйте и не проклинайте. Тот же самый трактат «Семоход» мы говорили, да, вторая глава, первый стих. То есть если у нас, да, не что делать самоубийцам, ни в коем случае не осуждайте кого-либо за самоубийство. Вы сами не знаете, как бы вы поступили в таких случаях, да? Не благословляйте его, что? И не проклинайте. Хорошо. Отцаубийство, отцаубийство еще хуже убийство, но самоубийство самый тяжкий грех. Тот, кто убивает человека, убивает человека, но тот, кто убивает себя, убивает всех людей. То есть по отношению к себе он уничтожает мир. Самоубийцей считается также не только тот, кто активно убивает себя, но и тот, кто пассивно ждет смерти. Если человек не сопротивляется, да, он тоже самоубийца. Если он не хочет выйти из этой ситуации, вы знаете, в результате депрессии у человека тоже возникают такие моменты. Тот, кто не борется за свою жизнь в опасной ситуации. Пишите, пишите. Самоубийцей считается не только тот человек, который активно убивает себя, да, но и тот, первый, кто пассивно ждет смерти. Второе, кто не борется за свою жизнь в опасной ситуации. Третий, тот, кто пренебрегает правилами безопасности. То есть, если человеку говорили, да, не ходи на этот лед, а он пошел. Кто он? Самоубийца. Говорили ему, не садись за руль автомобиля в нетрезвом состоянии. Он поехал. Он самоубийца, да? Значит, третий, тот, кто пренебрегает правилами безопасности. И четвертый тип самоубийцы, это тот, кто сознательно разрушает свое здоровье. наркоман и курильщик. Везде написано почему-то мелкими буквами, да, Минздрав предупреждает, курение это яд, а Колумб ничего не виноват, да? То есть, тот, кто сознательно разрушает свое здоровье. Ну, также и обжора, да, пьяница и так далее. Тот, кто сознательно разрушает свое здоровье. Например, наркоман или курильщик. Хорошо, есть другие случаи. Вот, царь Саул, помните? Царь Саул сказал оруженосцу своему, обнажи меч свой и заколи меня им, а то придут эти необрезанные заколоть меня и будут издеваться надо мною. Но не согласился оруженосец, ибо очень боялся и взял меч свой и пал на него. Кстати, в другой трактовке, если вы заметите, там написано копье, да? Вот. По-моему, в каком-то месте, что он там был на копье, а тут его добил мечом. Может быть, перевод сделали, да. Вот. То есть, Саул знал, что ему суждено умереть, и для него было лучше, чтобы он забрал свою жизнь, чем подвергался необрезанным издеваться над собой. В таком случае, это расценивается как что? Видите? Он. Было бы, служило это славе Божией, если бы необрезанные издевались над царем Израиля. Нет, не служило бы, да? В таком случае, самоубийство Саула оправдано. Ну, с другой стороны, опять-таки, трудно сказать, ведь это... Что второе? А, из этих четырех тот, кто пассивно ждет смерти, тот, кто не борется со своей жизнью в опасной ситуации, тот, кто пренебрегает правилам безопасности, и тот, кто сознательно разрушает здоровье. Хорошо. Еще такие случаи. После 70-го года нашей эры 400 мальчиков и девочек везли, чтобы растлить и расплодать на поругане для проституции в Риме. То есть, и мальчиков, и девочек, да? Публичные дома везли. В Риме были и гомосексуалисты тоже. Они понимали, зачем их везут, и поэтому спросили, если мы утонем в море, мы войдем в мир грядущий. Старший из них прочел стих, сказал Господь от башана возвошу и выведу из глубин морских. Это Тегелим 68-23. И объяснил так. Вов сказал, я верну их вечной жизни и из глубин морских. Когда девочки услышали это, они вскочили и бросились в море. Тогда мальчики решили по поводу себя. Если они, для которых быть склонны на половой акт это естественно, предпочитает смерть растению, то тем более мы к неестественному должны предпочесть смерть. при этом они также бросились в море. И о них то она говорит. За тебя принимаем мы смерть во всякий день, словно овцы, обращенные на заклание. Вавилонский Талмун и Тин 57-б. То есть, видите, что это получается? Это самоубийство. Да. В Второй мировой войне, вот вы можете посмотреть фильм «Отверженный», иногда выбирали красивых женщин еврейских и отправляли в публичные дома. И был такой случай, когда в одном публичном доме все женщины приняли яд. Являются они в этом случае самоубийцами? Нет. То есть, они сохраняли честь, достоинство, и если бы они это не совершили, было бы поругание имени Божьего тоже. То есть, вы понимаете, что не всегда самоубийство это и есть самоубийство. Хорошо. Да, есть оправданное самоубийство как самопожертвование. Оно даже не просто самоубийство, но, видите, нету больше той любви, как то пожертвует собой, да, ради товарища. Вот если говорить строго, Иисус был самоубийцей? Ну, так, если строго, он самоубийца, да, он же не препятствовал убивать себя до самого последнего момента, хотя мог это сделать. Но это было самопожертвование, да, вы понимаете. Вот 17 мгновений весны, вы помните фильм, да, профессор Плещнер принял яд, потому что если в случае ареста, он бы все выложил, да, и Штирлица, и других людей тоже. А это является самопожертвованием, да. Также не является самоубийством пожертвования для спасения других, например, на войне, в условиях аварии, стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций. если человек уступает другому месту в шлюпке, например, хотя он не обязан это делать, да, но не является причиной для того, чтобы погибать в выполнении заповедей, кроме трех, как мы говорили, да, потому что сказано живите по ним, но не умирайте из-за них. То есть если говорят съешь свинину или там что-то еще, то это не страшно, но если это будет воспринято как хула на Духа Святого, да, как хула на Бога, как хула на Еврейство, то тогда делать это что? Нельзя. Нельзя. Хорошо. Поэтому значит если человек может выжить только совершив убийство, если кровосмешение или поклонение идолам, то лучше пусть умрет. Так говорит иудаизм. Человек пришел к Раве. Это был такой Рамен 4 века мы говорили, да, его так и звали Рав. Вот пришел он к этому Раву и сказал правитель моего города приказал мне убить одного человека, а если я откажусь он убьет меня. Что мне делать? Рав ответил пусть убьют лучше тебя. Почему ты считаешь что твоя кровь краснее? Может его кровь краснее? Вавилонский Талмуд трактат Песахим и Талмуд Вавилонский Сангидрин 72а говорит если кто пришел убить тебя убей его первым. То есть мы говорим тогда о какой убийстве? О защите своей жизни. Группа людей идет по дороге на них нападают язычники. Они говорят отдайте нам одного и мы убьем его иначе убьем всех. Пусть всех убьют но они не выдадут сына Израиля. Но если из язычников назовут конкретного человека дайте его чтобы другие спаслись. Но рабе Шимон бен Лахиш говорит так только тот кому вынесен смертный приговор может быть выдан. То есть он больше еще ограничивает этот закон. Шимон Бен Лахиш считает что выдать человека можно только если он заслуживает смерти и ему вынесен смертный приговор. В противном случае это тоже будет приравно к убийству а убийство запрещено даже ради спасения жизни. Другой равен Раби Аханан считает что это не будет убийством так как если человека не выдадут то это не спасет ему жизнь потому что его все равно убьют но еще и вместе со всеми. То есть мудрецы так и не пришли к однозначному мнению по этому вопросу. Хорошо. Вот еще тоже очень такой спорный случай который тоже мудрецы не пришли к вопросу решению вопроса. Два человека идут вместе по пустыне и у одного из кувшин воды. Если они выпьют оба то оба умрут. если выпьет только один то он доберется до оазиса и выживет. Ну конечно это теоретический вопрос мы не знаем в действительности сколько там воды и то как выживет люди разные бывают но вот такой теоретический вопрос значит один человек решет кувшин воды у него порция воды только на одного а их двое что же ему делать ну первый вариант давайте разделим воду да и оба не дойдем второй вариант он должен отдать товарищу да сам погибай а товарища выручай третий вариант он не должен отдавать товарищу да должен выпить сам и дойти раби бен петура учит лучше чтобы оба погибли чем один будет смотреть как умирает его товарищ раби Акива сказал так как сказано чтобы жил брат твой с тобой значит если он выживет с тобой ты должен дать ему воды но если ты знаешь что оба умрут то твоя жизнь важнее вавилонский талмуд бава меция в то же время другие равеные говорят что раби Акива очень безжалостен к выжившему потому что тот кто выжил он всю жизнь будет мучиться вопросом да знаете как часто бывает когда где-то во время войны выживает там один из взвода а потом он думает почему так случилось что я выжил и у него на всю жизнь остается травма во всяком случае еще который тоже был евреем да он предлагал третий вариант он говорил нет больше любви чем отдать свою жизнь за других то есть спасение жизни другого во всем спасение жизни твоей да то есть есть такой вопрос на который нет ответа еще раз говорю вы помните что сохранение жизни и все вопросы связанные с сохранением жизни как они называются пикоах нефеш да пикоах нефеш можно сказать нефеш можно сказать нефеш это уже в зависимости от того как будет стоять удаление итак что же считается и это на основании не стой на крови ближнего твоего байкра 19 дров что значит стоять на крови ближнего твоего это допустить чтобы ближнего твоего убили да основные такие положения первое человек обязан спасти другого если он может это сделать человек обязан спасти другого если он может это сделать второе Нужно попытаться помочь человеку, находящемуся в опасности, не откладывая, даже если это представляет опасность для жизни или имущество спасающего. Но мы не знаем, спасающий погибнет или не погибнет. Но если в том случае, что мы знаем, что спасающий погибнет, то он не должен это делать. Например, тонет человек, а ты стоишь на берегу. Если ты умеешь плавать, то ты что должен? Спасибо. Но если ты не умеешь плавать, то что получится? Вместо одного тонет двое, да? Да, в таком случае ты должен принять все меры, которые ты можешь это сделать, да? Вот. Третий момент. Можно нарушить почти все запреты, кроме трех, ради спасения жизни человека. Четвертое. Нельзя приводить к смерти одного человека ради спасения жизни другого. Да? Помните, мы уже говорили. Неизвестно, чья кровь, она что? Краснее. Правда? Неизвестно, чья кровь краснее. Четвертое. Нельзя спасать жизнь одного человека, да? Взамен другого человека. Когда не надо спасать, значит, трактат Агалот, говорит, если мы видим, что человека несет течением реки, а мы не умеем плавать, то мы не обязаны прыгать в реку, так как тонущего мы не спасем, а почти наверняка утонем сами. Отсюда принцип «не спасает одного за счет другого», да? «Не спасает одного за счет другого». Хорошо. И особый вид самопожертвования, да? «Смерть для освящения имени Всевышнего». Называется «Кидуш Гашем». Кидуш Гашем. Кидуш Гашем. Была такая женщина-хана, о которой пишет маховейские книги. Ну, они не считаются боговдохновенными. Но это книги, описывающие действительную реальную историю, которая происходила, да? Когда? Когда происходили гонения. Как звали этого царя, который гнал евреев? Антиох и Эпифан, да? Он был четвертый из Антиохов, потому что их было много, этих Антиохов. И хана, это была женщина, у которой было семь сыновей. И предложили сначала сыновьям поклониться идолу, да? Они отказались и умерли с жестокой смертью. А потом и женщине это предложили. И она так сказала своему умирающему сыну. «Сын мой, пойди и скажи Аврааму, отцу своему, ты воздвиг один жертвенник, а я семь жертвенников воздвигла». Это было примерно в 170 году до нашей эры. Раби Акива в 135 году нашей эры был еврейский мученик. Он умер со словами «Шма Исраэль, Адонай Элогейну, Адонай Эхат». И вы помните, что с этого момента, да, это молитва еврею в состоянии тяжелой опасности или перед смертью. И когда меня собирались пытать и грабили, то я тоже молился этой молитвой. Да, и с него содрали шкуру живьем, знаете. Раби Акива вели на казнь, и это было как раз во время утренней шма, и он ее прочел. В это время римляне жгли его кожу железными трезубцами. «Ученики сказали ему, учите, даже в такой момент ты читаешь шма». Он ответил, «Всю мою жизнь я желал в полном объеме понять одну строчку из шма. Любите Господа Бога своего всей душой своей». И я считал, что это значит, даже если он забирает вашу душу. Я спрашивал себя, как я могу исполнить это указание, а теперь, когда у меня есть такая возможность, я не могу ее не использовать. Вы знаете, много в средневековьях было убито евреев. Шесть тысяч погибло только в городе Майнце, в Германии две тысячи, в Страсбурге, во Франции их сожгли на деревянном ишафоте, на еврейском кладбище. Евреев загоняли в синагоги, их красным ходом ходили вокруг, и пели, «Мы любим тебя, Иисус». И они не принимали Иисуса. Как вы думаете, это было освящение имени Всевышнего? А? Нет. Не дай Бог такого Иисуса, какого им представляли. Понимаете? Это освящение имени Всевышнего. Вы понимаете, это не тот Иисус, который мы сейчас знаем, любящий, а того, которого им представляли. Был такой, не еврей, правда, император Инков, но забыл, как его звали, Атуальп или как-то его звали, которого конкистадоры сожгли. И перед тем, как его сжечь, этот император спросил, говорит, священник подошел к нему с крестом, чтобы он покаялся. Говорит, если я покаюсь, куда я попаду? Говорит, попадешь в рай. А что там в раю? А в раю там много христиан. Да, там, говорит, христиане? Да, говорит, и самый лучший из них. Тогда я лучше пойду в ад. Вы понимаете? Это не является отказом от Иисуса. Ну вот. Чтобы вы это понимали. И самые благочестивые евреи, значит, когда их казнили, христиане выкопали могилу на кладбище, покрыли ее деревянным настилом, самые благочестивые евреи города попросили нанять музыканта, чтобы он играл танцевальную мелодию, а они могли бы предстать перед Богом с песней в сердце. Они взялись за руки, мужчины и женщины, и танцевали изо всех сил перед Богом. Их учитель, раби Яков, танцевал с ними. Его сын Раби Ямиир стоялся, чтобы все держались вместе. Они взошли на Ишифот с песнями и плясками. И когда все были там, раби Ямиир спестился, чтобы удостовериться, что все в соборе. Тогда горожане предложили ему спасти свою жизнь. Он ответил, «Сейчас приходит конец нашим страданиям. Вы посмотрите на меня еще чуть-чуть и не увидите больше никогда». Он вернулся к могиле, горожане подошли костер, и все евреи умерли вместе с ним. Это было в городе Вормс. В Германии. В Германии были страшные гонения во времена крестовых походов. И евреи, ашкеназы, куда пришли? На территорию Украины и Белоруссии. Те, кто остались в живых. Польша, Речь Посполитая, но теперешняя Украина, Белоруссия. Так что это является все просвещением имени. И так же самое поступали хасиды. Они с танцами шли, в газовые камеры, с танцами, с песнями. И детский дом. Дети тоже шли из Варшавского гета с песнями под своим знаменем вместе со своим учителем. Ну, некоторые дети, может, не знали. Им говорили, что их отправляют на загородную прогулку, но большинство детей все-таки, наверное, знали, куда их везут. Да. Вот так вот. Так что это прославление. Да. Имени Всевышнего. Седьмая по счету заповедь. Не прелюбодействую. Не прелюбодействую. Вы должны понимать, что, когда говорится не прелюбодействую, есть в любой заповеди, что? Прямое выполнение заповеди, да? И есть расширенные. Да. И Тора не рассматривает интимные отношения между мужем и женой как какую-то неприятную необходимость или уступку зову плоти. Это мнение придумали гностики, которые считали, что все духовное хорошо, а все плотское плохо, да? Но в действительности отношения между мужем и женой, как? Это кидушин, да? Освящение. Освящение. Вот. Бетабаат хазот ат векудешет ли. Этим кольцом ты посвящаешься мне, да? По закону Моисея и Израиля. Это святость, это высшая святость. В субботу, например, предписывается, да? Предписываются супружеские отношения и так далее. Но есть такие отношения, которые запрещены, да? Вот. Еврейская традиция утверждает, что первый человек, прообраз его человечества, был сначала создан не однополым существом, а мужчиной и женщиной от Вревина. Есть разные трактовки. Видите, вначале сказано, мужчина и женщина создал их, да? Создал Бог. А дама, и в то же время, мужчина и женщина создал их. Есть такая, некоторые говорят, что была Лилит создана. Да, Лилит была создана. Я вам потом из стиха Шефтера почитаю, если кто не слышал. Некоторые уже слышали эту поэму, да? Про Лилит. И была создана женщина, но она не была послушна Адаму. И еще ее непослушание проявлялось в том, что во время сексуальных отношений, а вы знаете, что в раю у Адама и Иова были сексуальные отношения? По крайней мере, евреи в этом не сомневаются. У евреи в этом не сомневаются, поскольку Ань-то были муж и жена, да? И она требовала, чтобы она была с позиции сверху. Короче, Адам терпел-терпел, потом говорит, Богу, мне, все, больше не идти. И тогда он выгнал эту Лилит, она там спуталась с какими-то нечистыми духами, родила кучу бесов и так далее. В общем, короче, очень-очень нехорошее существо. И тогда уже была сделана женщина из ребра Адама, да? Другие раввины комментируют это, что Адам был создан двухполым существом. И есть к этому некоторые основания. Вы знаете, что у мужчин есть молочные железы, да? Вы знаете, что у мужчин есть матка? Такая очень маленькая, с просиной зерночкой. Есть матка. И так далее. Что яичники и яички, они закладываются в одном и том же месте, только у женщин яичники остаются где? В полости, да? В ручной, а у мужчин они спускаются в мошонку. У женщин есть клитор, который соответствует пенису, и так далее. То есть в каждом из нас есть такие люди, знаете, которых гормональный какой-то дается сбой развития, и трудно даже разобраться. Мужчина – это женщина, да? Вот. Якобы Адам был так сделан. Но потом было разделено женское начало, потому что целя, целя еще означает не только ребро, это часть чего-либо, грань, да? Было разделено. Ну, так или иначе. Но в действительности семья, мы знаем, является основой общества, потому что мужчина и женщина, да? Это что? Одна плоть. Я думаю, что если Бог объявил, что Адам и Ева одна плоть, да, и дал им заповедь, что отделятся от своей семьи и будут вместе одна плоть, то евреи говорят, вполне Адам и Ева, они жили сексуальной жизнью. Это нормально и в раю. Но просто у них не было никаких что-то грешных мыслей по этому поводу. Правда? Хорошо. И мы знаем, что есть определенные Божьи постановления. Первое, Кориетфидом, 11, дробь 3. Вы знаете, что всякого мужа глава Христос, жене глава муж, а Христу глава Бог. То есть, видите, с одной стороны, муж и жена, когда говорят о плоти, когда говорят о жизни физической, ну и духовной жизни семьи, с другой стороны, постоянно мы встречаем Бога, да, который говорит об Израиле, как о своей жене. Или в Новом Завете, как о своей невесте, да, о церкви. То есть, блуд, это не только, когда нарушается завет супружеский, но когда завет верности с Богом, да? И мы знаем, что бывает духовный блуд, как различные учения и так далее. И прелюбодеяние, блуд, они наказываются смертью, да? Если кто будет прелюбодействовать с женой замужней, если кто будет прелюбодействовать с женой ближнего своего, да будут преданы смерти и прелюбодей, и прелюбодейка. Левит 20, дробь 10. Я думаю, что поскольку именно не было соблюдено вот этот принцип, что должны оба погибнуть, да? Еще что-то там написал им. Что написал, я не знаю, да? А потом сказал, говорит, пусть первый, да, кинет в нее камень. Вот. Ну, если бы это было у нас, в наше время, то наверняка тут бы ее и закидали. Но еще совесть у людей была в то время. Сейчас люди стали намного хуже. Согласны? Хорошо. Ну, и так далее. Хорошо. Значит, если девица обручена мужу и кто-то встретится с нею, помните, это то же самое, что? Если бы это было бы обрученная, она та же самая посвященная, как блуд, если это совершает оба или изнасилование, если это совершает один или не доказано, да? А также, кто ляжет с женой отца своего, тот открыл наготу отца своего. То есть, открыл наготу, это синоним. Совершил, да, прелюбодеянный, совершил блуд. Оба они будут преданы смерти, кровь на них и так далее. То же самое свекровь, невестка и жену и мать ее, это тоже беззаконие. Кто смесится с скотиной, того предать смерть и скотину убейте. Если женщина подойдет какой-либо скотине, чтобы совокупиться с нею, тот тоже убивает обоих, да? Также, кто ляжет с женой во время болезни кровоочищения, то обнажил истечение ее, а она, если позволила ему, то оба они, значит, будут истреблены из народа своего. Мы знаем, что если совершается половой акт во время менструации, то это очень вредно и даже для здоровья женщины и мужчины. Но есть случаи, когда не наказываются смертью. Таразаконие 22 глава 28-29 стих. Если кто-нибудь встретится с девицей не обрученную и схватит ее, то есть понятно, что она не хотела, а он схватит ее, ляжет с ней и застанет их, то лежавший с нею должен дать отцу от раковицы 50 сиклей серебра, да, а она пусть будет его женой, если она согласится, естественно, потому что он опорочил ее. Во всю жизнь свою он не может развестись с нею. Вот еще интересно, оказывается не все случаи блуда наказываются смертью. Кто ляжет с теткой своей, тот открыл на году дяди своего. Грех свой понесут они, бездетными умрут. А вдруг у них все-таки дети появятся? Ну, мы не знаем. Физическое есть физическое, а вдруг появятся? Это означает, что их дети являются кто? мам-зэ-ры. Да? М-зэ-ры. М-зэ-ра это женщина публичная, да? А тот человек, который м-зэ-ра, называется мам-зэ-р. М-зэ-р. И это люди не входят в общество Израиля. Поэтому, говорится, бездетными они умрут. Если же кто возьмет жену брата своего, это гнусно. Это здесь не говорится о оливератском браке, да? когда брат умирает. А тогда, когда брат жив, развелся, да? И его брат другой женится. У кого какая была ситуация? Помните Ирод, да? Был Ирод Великий. И были два брата, Ирод Антипа и Ирод Агриппа, да? И была Желан какая? Соломея, Сломит, Сломит не назвали. Это по-гречески Соломея, Шломит ее звали. И она была сначала женой одного брата, да? Потом другого брата. Хорошо. Кто возьмет жену брата своего, это гнусно, он открыл наготу брата своего, бездетные будут они. Ну, бездетность нам кажется не суровым наказанием, может даже в некоторых случаях люди хотят быть бездетными. Но это довольно серьезные требования. Еще более высокие требования предъявляются когеном. Когены, они имеют еще большую святость. Помните, что Арамен не является священником. Священником кто является? Когены. Но так как Когены выполняют функции только во времена храма, в настоящее время у Когены осталось только две функции. Читать Тору и совершать пидьон Габен. Потому что, когда вызывает к чтению Тора, обычно сначала вызывает Когена, потом Левита, ну, а потом остальных людей. У Когенов требование особой святости. Они не имеют права жениться на разведенной, на вдове, то есть на женщине, уже познавшей мужа. Но для того, чтобы объявить смертную казнь, Санхидрин должен был иметь не менее двух кошерных свидетелей, которые подтверждают преступление. Что значит кошерные? Они, во-первых, должны быть беспорочны. Видите, вот опять-таки, смотрите, это еврейская тактика. Замечаете, что хотят делать адвокаты, когда они не могут доказать виновность или невиновность своих подопечных? Они стремятся опорочить свидетелей. Потому что свидетель, который уже однажды попался на какой-то лузе или на какой-то нечестности, воровстве, например, пусть он даже свидетельствует правильно, его свидетельство что делает? Не принимается. Вот по этой причине адвокаты пытаются всячески опорочить свидетелей. И поэтому свидетели бывают кошерные и некошерные. И вот если кошерный такой свидетель, вы понимаете, что такое кошерный? Да, это не только ритуально чистый, это значит пригодный, кошерный буквально связанный, то есть имеющий отношение к определенному закону. Это не чистый, не чистый в каких-либо смыслах, даже не в ритуальных, а именно пригодный. они подтверждают преступление, которое видели своими глазами, причем нарушитель был заранее предупрежден перед преступлением, понял, но все равно совершил это преступление, да? ему говорят, ни идей, не убивай своего соседа. Нет, я пойду убью соседа. И пошел он убивать соседа. Зашел он в палатку, вышел с окровавленным ножом, там лежит сосед. Могут так свидетели подтвердить, что он убил? Нет. Они должны точно видеть, что он убил. То есть в любом случае, если есть хоть малейшая возможность оправдания, да? Вот по этой причине вы видите американский суд, который живет по еврейским законам фактически очень многих людей оправдывает, которые в действительности являются виновными. С одной стороны хорошо, чтобы не пропустить не дай бог невиновного, но с другой стороны это плохо, потому что виновный человек видя свою безнаказанность что будет делать? Продолжать дальнейшее преступление. Но во всяком случае к смертной казни нельзя вести вот поэтому я так думал исходя из этого положения что бы мог написать Иисус? Как вы думаете? Знаете, есть такое выражение «а судей кто?» «а судей кто?» Может, эти судьи тоже ходили к этой блуднице. Первый вариант, да? Второй «а где мужчина?» Правда? Третье «а где свидетели?» Потому что где-то не сказано просто ее поймали при удивлении а свидетелей не видно. И четвертое можно сказать «а если вы видели почему не остановили?» Так, четыре возможных варианта «судьи» «кто?» Да? Вот «а где мужчина?» «а где свидетели?» «а если это видели, то почему не остановили?» Вот так. И женщина, которая неизвестно предуподействовала или не предуподействовала, да? Она называется «сота». Сота видите «сотэ» это глупый «сота» глупая называется глупая женщина. Отсюда же то же самого корня как то «сатан» шайтан, да? Сатан оказывается то же самого корня что и предуподействующая женщина. И сатан назван глупым. Сатан одно из названий сатана глупый, да? Потому что он противоречен, но он также и глупый. Вот. И поэтому такую женщину нельзя было побить камнями, если не знаешь да, предуподействовала или предуподействовала. Ну в начале был вот такой тест. А потом знаете этот тест перестал действовать. знаете почему? Потому что намного столько блуд в Израиле, да, размножился, да, настолько блуд в Израиле размножился, что просто, что просто уже, как говорится, по милости Божий, Бог так сказать, прекратил действие этого закона. То есть вначале он действительно действовал, незаконные связи стояли на многое. И вот видите, интересно, что за блуд длинных членов общества отвечали старейшины. Помните, когда произошли, что были мовитянки в пустыне, заходили в шатры евреев, и Бог сказал Моисею, пойди и повесь всех старейшин Израиля. Вот я себе представлю такую ситуацию. Приходит Ющенко или Янукович в парламент и говорит, Бог мне сказал, так как вся Украина в плуде, всех вас гадал повесить. Хорошая ситуация, да? То есть вы видите, что нельзя быть видеть и не быть ответственным. Мы все ответственны друг за друга, правда? И поэтому сказано, изгоните блудника из среды своей, да? В Новом Завете. Хорошо, запрещение гомосексуализма. Так, остановимся на этом, да? Хорошо, итак, запрещение гомосексуализма. То есть что такое гомосексуализм? Это однополые связи, да? И в данном случае Тора говорит, что однозначно, да? Как мужчина с мужчиной, так и женщина с женщиной. И это независимо от того, как некоторые думают, что это связь постоянная, или это такая любовь большая, то это можно узаконить, да? Но Тора об этом не говорит. Тора говорит, что это что есть? Мерзость перед Господом, да? Если есть мерзость перед Господом, значит, есть у нас мирила морали. Если мы говорим о Боге, то, естественно, все позволено. Поэтому, как говорят, у них такие чувства по отношению друг к другу, да? Но дело не в чувствах, а дело конкретно о том, что сказано. Бог создал мужчину отдельно, да, женщину, и друг с другом, они, да, как муж и жена. Если бы были какие-то дозволены другие вещи, об этом теории было сказано. У мужчины есть свои качества, у женщины свои качества, и они дополняют друг друга. Вся беда в том, что сейчас становятся у нас мужеподобные женщины и женоподобные мужчины, да? И вот вы знаете, что у женщин с таким сильным характером, когда дети родятся, в результате воспитания, они, мальчики становятся женственные такого вот не по Божьему плану. То есть Бог говорит одно, а дьявол пытается всячески разрушить. Ну, конечно, есть разные уловки. Типа говорят, не ложись с мужчиной, как женщина, а с мужчиной, как с мужчиной, можно ложиться. Помните, вот, Ричард Лидное Сердце, железный гомосек, был, у него были сексуальные отношения с французским королем Филиппом. Да, но правда, сейчас я так нашел одно в сайте, оказывается, он спал вместе с королем Филиппом, не потому, что был гомосексуалистом, а исключительно из политических соображений. То есть, находят разные вещи. Вот. И, допустим, говорят, что любил Давид и Анафана, да, больше любви женской. Знаете, да? Но, когда говорится слово любовь, имеется ввиду о сильной дружбе. Вот, когда говорится о познании женщины и мужчины друг с другом, там потребляются другие совершенно выражения. Но наш извращенный ум, понимая только любовь, как эрос, помните, да? То есть, физическую любовь, которая бывает и у животных, знаете, всякое извращенное, и пытается сказать, что человек это только разумное животное, не в разуме дело. когда исследовали сообразительность, ну, я не знаю, может быть, наши студенты в ЖВИ умнее, Токийского университета, значит, 50 студентов взяли и 50 шимпанзе. Шимпанзе показали лучшие результаты. И это вовсе не говорит о разумности, правда? То есть, для человека есть особое предназначение и, как говорится, о чем? О Завете, об отношениях к Завету. В данном случае это прямое нарушение отношений к Завету, но, к сожалению, с законом в некоторых странах это допускается. Видите, Обама там, президент, недавно встречался с гомосексуалистами и даже израильские некоторые были, вот даже фессиали, гомосексуалисты в Израиле, к сожалению, такие страшные вещи бывают. И, а также скотоложество, скотоложество. Даже был Израиль такой закон, который запрещал продавцать овцу, не еврею. Почему? Чтобы не способствовать скотоложеству. К сожалению, люди, видите, совершенно опускаются до ужаса. Вообще, плох любой разрад. В Торе прямо сказано, да не будет блудницы из дочерей Израиля, и да не будет блудника из сынов Израиля. Правда? Меня спрашивали о разных случаях гражданских браков и так далее. Но, я вам скажу, есть определенные случаи, когда мужчина и женщина, опять-таки, не говорится о гомосексуалистах, да? Может, различные споры и вопросы решать община, да? Но на основании больших законов. Да? То есть, если двое живут там постоянно, и они не имеют возможности оформить отношения, опять-таки, если это мужчина и женщина, они двое, мужчина и мужчина. Вот сейчас даже церкви заставляют этих некоторых пасторов, да? Венчать гомосексуалистов. Если они женятся, это их личное дело, да? Вы поймете, с блудника что требовать. Вот, если гомосексуалист приходит в церковь, опять-таки, я говорю, он приходит, но он не может быть членом церкви, как членом тела Христова. Правда? Либо он должен покаяться, вот, также относительно блудников. И в широком смысле прелюбодеяние это идолопоклонство, неверность Господу. Потому что, говорится у Исаии, 1 глава 21 стих, как сделалась блудницей верная столица, исполненная правосудие. Правда обидала в ней, а теперь убийцей. И Иаков, 4 глава, тоже говорится, прелюбодеи, прелюбодейцы, не знаете ли, что дружба с миром и есть вражда против Бога? Итак, кто хочет быть другом миру, тот становится врагом Богу. Восьмая заповедь, не укради. Обычно у нас используется в другой редакции, не попадайся. Правда? Вот, не попадайся. Что же означает не укради? Кража на еврейском происходит от слова га-наф. Геми, нун, вэт. Га-наф означает красть, воровать, похищать. Очень интересно, откуда произошло украинское слово гоньба. Да? Вы помните, что прежде, чем различные принятия решения, Синедрианы или в суде, значит, вот этого кандидата в осужденные вводили по улицам города или поселка, или штатла, да? И на нем была табличка с тем преступлением, которое он совершил, да? Га-наф, а значит, кража как? Га-нь-ба. Га-нь-ба. Б-ю-в. Га-на-в. Гогол га-наф, корень, да? Гань-ба, получается, кража. И поэтому смотрели люди и кричали гань-ба, 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 да? И что было украинское гань-ба? Позор, да? А, кстати, по-славянски, но в всех остальных языках позор, это означает внимание, да? Вот когда русские войска советские уходили в Чехословакию, они выкорчевывали там все знаки, на которых было написано позор. Знаки дорожные, а это просто означало внимание, как у нас треугольник с воскресательным знаком. Или я не помню, коронация какая-то была, то ли Екатерина II, то ли Павла I, еще тем старым языком было написано, что на позорище собрались тысячи людей. Это говорится о коронации, то есть зрелище, да? Поэтому гань-ба означает кража. Кража. Вот, а слово позор, это означало когда-то внимание, да? Итак, что за это указание? не укради. Да? Ло ган-эв. Запрещено, первое, воровство. Что такое воровство? Когда вор присваивает что-либо без согласия хозяина, но это не сопровождается насилием. Если я что-то медленно диктую, значит, это вовсе должно быть написано, да? Что уходит в этой заповеди? Итак, первое, запрещено воровство. Что значит воровство? Когда вор присваивает что-либо без согласия хозяина. Но это не сопровождается насилием. Вот, я ушел, оставил тут там золотое кольцо, пришел, его нет. Это что? Воровство, да. Второе, запрещен грабеж. Запрещен грабеж. Грабитель отнимает силой вещь у пострадавшего. Например, меня связали, били и требовали, чтобы я указал деньги, да? Это что, воровство или грабеж? Грабеж, да. Я этот день по еврейской традиции праздную как второй день рождения. Один день рождения у меня 13 сентября, другой у меня день рождения 22 марта. Потому что 22 марта Бог меня спас от смерти. И когда потом пришли из милиции и сказали, что в точно тот же день в аналогичной ситуации человека задушили. Меня тоже старались хотели задушить, но там очень интересно произошло, что они все-таки не задушили. По милости Божьей, я верю, что это только Божьи действия. Так что, видите, это уже что связано? Это с опасностью для жизни, да? Независимо от того, сопротивлялся или не сопротивлялся тот, у кого Тора отнимали, это уже связано с опасностью для жизни. Это грабеж является более тяжелым преступлением. и расцениваются Торы как потенциальный убийца. То есть, грабитель расценивается Торы, отметить, как потенциальный убийца. Основание. Если кто застанет вора, подкапывающего, и ударит его так, что он умрет, то кровь не вменится ему. Но если зашло над ним солнце, то есть, хозяин хочет убить вора, когда уже нет угрозы для своей жизни, то вменяется ему кровь. Укравший должен заплатить, а если нечем, то пусть продадут его за украденное им. Исход 22 дробь 2,3. Так? Хорошо. Интересно, что присвоение, третий момент, присвоение и даже задержки выплаты работнику названо не кражей, а грабежом. Почему присвоение и даже задержка зарплаты является грабежом? Потому что существует для угроза, для жизни или здоровья того, кому не получили, кто-то не получил деньги. Поэтому сказано Левит, 19 глава, 13 стих. Не обижай ближнего твоего и не грабительствуй. Плата наемнику не должна оставаться у тебя до утра. Имеется ввиду, знаете, паденный рабочий, он получает ровно на один день. И он тоже съедает, как говорится. Значит, 19 глава, 13 стих. И это все в одном стихе. То есть, здесь оно сказано грабительство. Не обижай ближнего твоего и не грабительствуй. Плата наемнику не должна оставаться у тебя до утра. Итак, третий пункт. Вы должны отметить, и это важно, что это не просто кража, а грабительство. То же самое четвертый момент касается суды под залог. Четвертое. Никто не должен брать в залог верхнего и нижнего жернова, ибо таковой берет его душу. Ждух аша это жизнь. Вы понимаете, что в те времена муку не продавали на рассвес, да? И каждая хозяйка сама молола муку. И когда археологические раскопки производили, действительно у женщин находили, они стояли на коленях и опирались пальцами ног, и даже вот на этих местах у них были мозоли. И терли ручной жернов. Кто-нибудь видел, как это делается? То есть, если человек не натирал достаточно зерна, естественно, он не натирал целый мешок зерна, только на то время, когда что? Когда он должен был кушать. Поэтому нельзя было брать в залог верхнюю и нижнюю жерного, ибо таковой берет в залог душу. Второзаконие 24 дробь 6. Опять-таки, мы должны понимать, что это не прямой указ заповеди, то есть нельзя брать у человека деньги таким образом в залог суду, да? Ну, вот некоторые дают залог автомобиль, некоторые залог дают свой собственный дом, да? и так далее. И нельзя оставлять человека без возможности пропитания. Помните, тот, кто лишает человека возможности заработать деньги, он что? Убийца. Убийца, согласно твари. Да? Итак, значит, нельзя брать в залог, как говорится, последнее. Дальше. Значит, можно брать в залог только то, что представляет роскошь, без чего можно прожить некоторое время. то есть, могу я дать свою машину в залог? Телевизор, там, где что-то, да? Могу. А дом свой дать в залог? Одежду, да? Если даже кто-то будет у вас требовать залог, он убийца. Потому что это вопрос вашей жизни. Ну, к сожалению, эти все законы не соблюдаются, правда? Вот. Запрещено даже входить в дом человека, чтобы проверить, есть ли у него что-то в доме, из чего можно взять залог? Если ты ближнему своему дашь что-то взаймы, то не ходи к нему в дом, чтобы взять у него залог. Постой на улице, а тот, которым ты дал взаймы, вынесет тебе залог свой на улицу, а если будет человек бедный, то ты не ложись спать, имея залог его, возроди ему залог при захождении солнца, чтобы он лег спать в одежде своей и благословил тебя. И тебе поставится это в праведность перед Господом Богом твоим. Вообще нельзя давать ближнему деньги под проценты, ну а тем более ставить на счетчик, да, как это сейчас делается. Если дашь деньги взаймы бедному из народа моего, то не притесняй его и не налагай на его роста. Исход 22 глава, 25 стих. Мы подробнее разберемся о законах бизнеса чуть позже. Дальше нельзя использовать в этих целях незнание человека. Незнание человека сравнится со слепотой. Да? Вот, например, я недавно смотрел из серии чисто английские убийства Мидсаммер Мардерс. Я не знаю, так правильно я произнес, да? Ну, детективные такие истории. И там были одни, кстати, верующие люди, они всем, другому говорили, что они верующие. И вот они увидели, как одна женщина упала со скалы вниз. Она умерла, но они не побежали сразу в полицию. А оказывается, этот мужчина до этого делал оценку. Попросила этой женщины его оценить монеты. Знаете, некоторые коллекционируют монеты, у него какая-то осталась коллекция монет от мужа или от кого-то. Он говорит, да, у вас есть некоторые ценные монеты, которые даже стоят до 20 фунтов. Так он и сказал. Но там была одна единственная монетка, которая не 20 фунтов, а несколько тысяч фунтов стоила. И он об этом ей не сказал. Воспользовался об этом как слепотой, да? Да. И когда он узнал, что она разбилась, первым делом, что он сделал, он взял, побежал к ней в дом, разбил окно и забрал всю коллекцию монет, а забрал эту одну единственную монетку. Так никто бы ничего не узнал, если, конечно, умные сыщики это все не распутали, да? Как же это расценивается? Да, это кража, а еще видите, когда он оценивал, он пользовался слепотой человека, да? Слепотой. То есть, человек не знает истинной цены, и нельзя занижать, да? Если цена такова. Да. Вот. Ну, нельзя злословить глухого и перед слепым ничего, чтобы приткнуться ему. Что значит нельзя злословить глухого? Нельзя злословить человека в особенности, когда он не слышит, да? И перед слепым, да, не клади ничего, чтобы приткнуться ему. То есть, не обманывай слепого, не обманывай человека, который не знает, чтобы приткнуться ему. Бойся, Бога твоего, я Господь. Левит 19, 14. То есть, когда стоит печать, я Господь, мы говорили, все заповеди важные, да? Но, когда стоит печать, я Господь, это особо важно. Итак, пятое, нельзя использовать в своих целях незнание или слепоту человека. Шестое. Запрещен обман, шулерство, вообще-то шулер, это синагога, да? Шулер. Да, от слова синагога, шуль, шуль происходит. Обман, шулерство, мошенничество, так как это тоже воровство. Не крадите, не лгите и не обманывайте друг друга, не клянитесь именем во им, во лжи и не бесчестие имени Бога твоего, я Господь. Левит 19, 11, 12. Опять, здесь заявление я Господь. Дальше, седьмое. Запрещена нечестная торговля, использование неверных гирь и весов, обсчет и обвес покупателя, да? Ну, знаете, инструкции для начинающих продавцов, да? Человек не может одновременно считать и смотреть на весы. Ну, он не может внимания сосредоточить на двух предметах. Поэтому, если он смотрит на весы, ты его обсчитывай. Если ты видишь, что он наморщил лоб и усиленно считает в уме, ты его обвешивай. Но только пенсионеров и детей нельзя обвешивать и обсчитывать. Потому что у детей уже все просчитала мама, когда давала ему копеечки, а пенсионеры все сами народные контролеры. Правда? А про неверные весы и гири много раз говорится. Правда? И во многих местах. Итак, седьмое. Запрещена нечестная торговля, то есть использование неверных гирь и весов, обсчет и обвес покупателя. Восьмое. Запрещен киднеппинг, то есть похищение людей ради выкупа или продажи в рабство. Если найдут того, кто украл, да, помните, избратьев своих и сынов израильных и поработил его и продал его, то такого вора должно предать смерти. Итак, истреби зло и среды себя. Сейчас это очень широкое распространенное преступление, но оно каралось всегда смертной казнью. Да. Даже если похищенного не успели продать рабство, то все равно это считалось серьезным преступлением. Хорошо. И в этой заповеди имеются две особенности. С одной стороны воровство как таковое, с другой стороны насилие над человеческой личностью. Видите, права человека определены торой. Ну и есть еще много разных заповедей. Например, вор, если он не пойман, а решил самостоятельно раскаяться, обязан вернуть украденное. А если он попался в руки правосудия, то он обязан заплатить сверх того определенный штраф. Помните? Это одно-пятый и даже больше, это одно-третье в некоторых случаях. То есть это очень важно. Если вы какой-то вещью пользовались, чужой вещью пользовались, и вещь пришла в негодность, то вы должны сделать возместить ущерб. Хорошо. А вот такой случай. взяли взаймы, корову, и она родила теленка. Знаете, это толмудический вопрос. А это как раз вещь, взятая из толмуда. То корову вы должны вернуть, а теленок у вас остается? Вау, да? А теленок остается вау. Там еще чисто толмудическое рассуждение. Если мы купили холодильник, это точно ревенитическое рассуждение, то холодильник чей взяли на время? Холодильник должны вернуть, а холод который он вырабатывает. Он наш. Точно по аналогии. Да, это как я говорю, что этот похожий кот Матроскин был хороший толмудист. Хороший толмудист, да. Вот. И еще, вы помните, что рабство, как у ивреев, было как вынужденное. Ну, зачастую даже рабство было как без сосудебного наказания. Правда? Тюрем не было у ивреев. И он вынужден был, да, как вместо принудительной работы, отрабатывать у того человека, которого он украл. Если продастся тебе брат твой, еврей или евреянка, то шесть лет должен он быть рабом тебе, а седьмой год отпусти его на свободу. Причем, смотрите, когда будешь отпускать его на свободу, не отпусти его с пустыми руками, но снабьей его отстат своих, отгумна твоего и отточила твоего, дай ему, чем благословил тебя Господь Бог твой. Помни, что и ты был рабом земли египетской и избавил тебя Господь Бог твой. Поэтому я сегодня заповедую тебе, если же он скажет тебе, не пойду от тебя, потому что я люблю тебе и дом твой, потому что хорошо его у тебя, то возьми шило, проколи угою к двери и будет он рабом твоим на век. Так поступай и с рабою твоей. Не считай этого для себя тяжким, что ты должен отпустить его от себя на свободу, ибо он шесть лет зарабатывал тебе вдвое против платы наемника. И благословит тебя Господь Бог твой во всем, что не будешь делать. Второзаконие 15 глава 12 по 18 стих. То есть, видите, раб у евреев оказывается определенный пользовался правами. Вы знаете, что тогда это было как домашнее рабство. Раб был вместе с хозяином, питался с того же стола. Еще интересно, что хозяин должен был заботиться о жене раба, которая не продала в рабство. Но так как раб продался в рабство, а у него жена есть, так он должен снабжать эту жену. То есть, очень интересные есть и множество законов. Да, второзаконие 15 глава 12 и 18 стих. И мы можем видеть из этой восьмой заповеди вытекает очень много законов, связанных с бизнесом. Правда? Связанных с бизнесом. Если кто-то хочет вести бизнес по Торе, то должен внимательно все изучить. Но прежде всего мы знаем, что деньги это не является хорошим или плохим сами по себе. Да? Дело не в деньгах, а в их количестве. Я сейчас говорю о воровсведе и плавно перехожу к вопросам финансовым. Потому что они тоже связаны с денежными отношениями, правда? С отношениями раба, то есть, наемного рабочего, допустим, нанимателя и так далее. То есть, деньги сами по себе это не зло и не добро, но вопрос в их количестве. В большом количестве деньги могут служить просто, они могут порабощать человека. То есть, ничто не должно порабощать ноя. И если вы хотите заниматься бизнесом, не забывайте, что есть трума, есть десятины, да? Масар решон, Масар шини, еще Масар они действительно бедны, кроме того, бекурим. Вот, то есть, вы должны помнить. Сейчас о десятинах я о вас говорить не буду, а поговорим о том, да, как нужно относиться к наемникам, к работникам и так далее. И второе правило это благотворительность. Если ты бизнесмен, то нет перед тобой выбора заниматься или не заниматься благотворительностью, да? О благотворительности тоже мы говорим как об отдельной теме, а сейчас мы говорим, поговорим о честности в бизнесе. Если кто честен в делах и люди уважают его, считается, что он исполнил всю Тору. Так говорит еврейская мудрость. Если кто честен в делах и люди уважают его, считается, что он исполнил всю Тору. Видите? Есть люди, которые изучают Тору, Да, я не занимаюсь изучением Торы, и у них нет времени на бизнес. Правда? Есть люди, которые зарабатывают много денег. И в таком случае они с кем должны делиться? С теми, кто изучает Тору. Правда? Вот. «Пусть имущество ваших собратьев будет вам так же дорого, как собственное». Это Перкей Аот, 2 глава, 17 стих. «Торговец должен чистить свои меры два раза в неделю, гири раз в неделю, а весы после каждого взвешивания». Мишна Бава Батра. То есть, что это значит? Весам, гирям, прилипают часто какие-то предметы, да, или даже вот они взвешивают с бумажкой, без бумажки, пакетом, без пакета, с ведром, без ведра, да? Вот. Да. Поэтому гири, значит, надо раз в неделю, меры два раза в неделю, гири раз в неделю, а весы после каждого взвешивания. Дальше. «Торговец не может сочетать продукты разного качества в одном сосуде». Ну, вы знаете, покупайте картошку, сверху большая, красивая, а ниже какая? Кривая и гнилая, маленькая, да? Да. «Торговец не может сочетать продукты разного качества в одном сосуде. То есть, нельзя оставлять наверху самые красивые плоды, а остальные – мельче и хуже. Продавец, чье вино разбавлено водой, должен сказать об этом покупателю, и не должен продавать его другому лавочнику, даже рассказав об этом, потому что тот второй может обмануть своих покупателей». Это тоже Бава Меция. «О людях, считающих себя честны, но покупающих краденое, равен и рассказывает притчу. Один правитель казнил скупщиков краденого, а воров отпустил. Почему? И все начали думать. Тогда он сказал, все на площадь. Что он сделал? Он принес мышей, поставил перед ними еду. Мыши взяли еду и унесли в норки. На следующий датс он опять объявил, все на площадь. Принес мышей, но при этом закупорил все норки. Мыши, придя к норку, и найдя их на купорную, оставили еду. И таким образом мыши показали, что без скупщиков краденого нет и воров. Поэтому Рабий Иосиф, Ради Иосиф, в Писиктос Раба 6.2, сказал, «Ворует не мышь, а нора». Худшая форма воровства. Хуже красть у многих, чем у одного. Ибо крадя у одного, можно успокоить его и вернуть краденое. А крадя у многих нельзя. Хотя бы потому, что не знаешь, у кого украл. Помните, был такой маленький человечек, который полез на дерево. Как там его звали? Яханан Бензакай, которого в гробу в белых тапочках из Иерусалима вынесли, если не рассказывал. Наверное, его внук был. Бензакай, сын Закея. Внук и сын его, наверное, был. И вот этот Закей, что он сделал? Часть раздал нищин, да? А кому помню, вырну несколько раз, да? Итак, если ты не помнишь, кому ты, у кого ты это украл, да? Если ты помнишь, ты должен отдать тому, у кого украл. Если он умер, то что? У родственников его. А если и родственников нету, и ты не знаешь, у кого украл, да, ты должен отнести в синагогу или раздать нищим. Но пользоваться ворованным, если ты покаялся, да, ты не имеешь права. Поэтому он поступил точно по-еврейски. Заповеди Тасефта Бава Мецея говорит. Украши общественную собственность и раскающиеся, советуют вернуть краденой тем и жертв, у кого не знают, а остаток отдать на общественные нужды. Например, построить парк, вырыть королодец. У кого хуже украсть? У еврея или у нееврея? Некоторые говорят, что у еврея, если это все-таки понятно, свой человек нельзя красить, да? А у нееврея можно красить. Так вот, украсть у нееврея хуже, чем украсть у еврея. Так как есть осквернение имени Божьего, правда? Свой брат, он еще тебя простит. Но если один еврей украл, то говорят, что все евреи воры, правда? Один еврей жадный, говорят, все евреи жадные, да? И так далее. Да. Хорошо. Значит, общее правило. Вор должен вернуть стоимость краденого на момент кражи. То есть, если стоимость краденого возросла, я украл тысячу долларов, а теперь тысяча долларов возросли, да? А я хочу гривных вернуть, то я сколько должен вернуть? Больше, больше, да? Большую сумму. Хорошо. Вот. Так. Значит, если кто украдет тельную корову, и она потом родит, или суягную овцу, и она потом объягнится, он должен вернуть стоимость коровы и овцы, которые вот-вот должны принести приплод. Значит, ягненка он что, должен возвращать, а? Как у Матраскина, получается, да? Стоимость овцы вернуть, а ягненок наш. Но стоимость овцы во время кражи. Если вал у кого фрукты, и они сгнили, и вино, и оно скисло, может он вернуть это? Да? Он должен вернуть стоимость их на момент кражи. Это очень важно. Значит, если кто-то говорит двум людям, я украл у одного из вас, или у отца одного из вас, ну, не зная у кого, а вор хочет, значит, покаяться, то он должен заплатить каждому всю указанную сумму. То есть, заплатить вдвойне. Однако, по закону, он обязан вернуть каждому лишь половину украденной суммы. Ведь ни один из них не знал кражи, и вор сам рассказал о ней. То есть, если он праведный человек, он должен заплатить им обоим, да? Но, в крайнем случае, по закону, он должен каждому половину суммы. Он не знает, у кого было украдено. Вот. Да, запрещено продавать оружие войны идолопоклонникам. Нельзя точить их лезвия, не продавать им ножи, наручники, цепи, медведей, львов. Помните, часто это было в Римской империи, да? И все, что может быть опасным для общины. Но можно продавать им щиты, так как они нужны только за защиты. То есть, торговля оружием евреям, что? Запрещено. К сожалению, многие евреи нарушают опять эти заповеди. Хорошо. Даже обычные слова человека могут иногда считаться мошенничеством. Например, нельзя спрашивать у продавца, сколько это стоит, если не собираешься покупать. Во-первых, ты его крадешь, время его крадешь, да? А во-вторых, ты создаешь такое впечатление, что ты хочешь купить эту вещь, да? И таким образом как бы обманываешь человека. Говорится в пассаже Иова. Ночью роют подкоп к домам, а днем запирается, и свет им не ведом. Иов 24.16. Объясняет Рава. Когда садомиты видели богатого человека, они давали на хранение ему ценное ароматическое масло. Ночью они забирались в дом, и по запаху находили масло и ценности, и забирали все. И, видите, однажды был такой случай, когда раб Иосиф рассказал это в Сифории, в севере Израиля. И сразу же после лекции в городе случилось точно 300 таких ограблений. Да? То есть как находили дом, который можно ограбить воры? По запаху масла, да? И Равин вот рассказал об этом. И сразу же 300 ограблений. Умные ребята были. Сообразили. И горожане разгневались. Сказали, ты научил воров этой хитрости? Он ответил им. Откуда я знал, что воры придут на мои лекции? Это Войландский Талмуд, Санхедрин. 109А. Хорошо. Честность – это не только бывает, когда в бещах, но и честность в отношении авторства и так далее. Мы имеем право и должны цитировать людей, да? Но есть перкей, а вот показывает. Кто указывает имя автора фразы, произнося ее, приближает избавление мира. То есть надо всегда давать ссылку на кого-то. Всевышний ненавидит, когда у человека одно на устах, а другое в сердце. Войландский Талмуд. Раби Мейер говорил, человек не должен уговаривать друзей от обеда с ним, если он знает, что они не согласятся. Не стоит и предлагать даров, если известно, что они их не примут. Есть еще такие виды, которые, как мы сейчас говорим, авторские права, а равены, называя такое поведение, кражей разума. Отношения работника и нанимателя. Обязанности хозяина перед работниками. Обязанности хозяина перед работниками, пишите. Не обижай наемника, бедного и нищего, из братьев твоих или из пришельцев твоих. В тот же день отдай плату его, чтобы не зашло солнце, прежде того, ибо он беден и ждет душа его, чтобы он не возобил на тебя Господу и не было на тебя греха. Ну и с ежедневно это говорится так же, что надо давать в срок. Да, если раз в неделю договорились или раз в месяц, то нужно отдавать именно в то время, когда есть договор. И не задерживать. Ибо он беден и ждет душа его, значит, работник что? Может не дождаться этой зарплаты, да? Не дай Бог, заболеет или умрет. Нельзя говорить ближнему, пойди и приди опять, а завтра я дам, если имеешь при себе. Правда, у Якова есть все эти мысли? Вот. То есть, беден и просит душа его, это как в случае человека, который купил связку овса. Так, повесил его через плечо и повел со собой своего осла. Придя домой, он подвесил овес так высоко, что осел не мог его достать. Люди сказали, ты жестокий человек, животное работало весь день ради этого овса, а теперь ты отказываешься его накормить. Так же и наняты рабочие. Он работал весь день в поте лица своего, мечтая о платье, а ты отправляешь его с пустыми руками. Но подчиненные тоже обязаны перед нанимателями. Нельзя пахать на своем быке ночью и отдавать его в аренду днем. Или самому работать на себя ночью, наниматься хозяину днем. Нельзя паститься, когда ты работаешь, и предаваться аскезе, так как из-за слабости ты сделаешь для своего хозяина меньше работы. Раби Иханан пришел в одно место, обнаружив, что школьный учитель истощен. Он спросил о причине. Ему сказали, учитель пастится. Раби сказал, учитель, тебе запрещено так вести себя. Знаете, заповедь не загораживает, а ставалу языком молотящего. Это шутка, да, языком молотящего? Это и про себя. Да, устал. То есть, в принципе, еврейское заказательство признает право работника покинуть работу когда угодно. Но у этого правила есть много ограничений. Когда такой принцип, что работник может уйти в любое время, применим? Только если убытки не будут непоправимы. И они будут непоправимы. То есть, если убытки поправимы, например, нужно вытащить пряжу из пруда, после пропитки доставить ее на свадьбу или похороны. Тогда работник не может уйти, кроме несчастных случаев или смерти близких родственников. Вы знаете, что некоторые часто уходят с своей работы. Они что, воруют? Воруют у своего хозяина, да? И работник не может уйти в любое время, если не выполнена работа. Но если работа выполнена, может он уйти раньше? Да, может спросить у хозяина. Совершенно верно. Тратьте на еду сколько можете, на одежду меньше, чем можете, а на дом больше, чем можете. Кто богат? Тот, кто счастлив тем, что имеет. Правильно? Это в принципе, вы счастливы, когда имеете еду, одежду и будьте этим довольны. То есть, минимум, да? Все, что сверх того, оно не является обязательным. Учитель тебя спросили, кто, как ты думаешь, более велик, богач или мудрец? Мудрец, ответил он. Почему? Потому что мы чаще видим мудрых у дверей богачей, чем богатых у дверей мудрецов. Учитель ответил. Ибо мудрый понимает ценность богатства, но богатый не понимает цены мудрецов. Да? Быть лучше мудрецом. Но мы иногда видим мудрецов у дверей богачей, простящих, да? Но никогда не видим богачей у дверей мудрецов. Ну, так обычно, да. Потому что мудрый понимает ценность богатства, а богатый не понимает цену мудрецов. Когда учителю сказали, что некий человек приобрел большое богатство, он спросил, а приобрел ли он дни, в те ощущениях которых он может ими воспользоваться. И есть такое выражение, Ибн Гевироль, это живший в средние века в Испании, тоже такой мудрец юрейский, песню он хорошую сочинял также. Многие мужчины копят богатство для будущих мужей своих жен. На идее есть такие работоголики, работают, 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 и копят богатство для будущих мужей своих жен. Итак, богатства нужны лишь в определенных пределах, ибо, как говорит пословица, у савана нет карманов. Хорошо, отдыхаем, да? Теперь вопрос о подарках и взятках. Хорошо это или плохо? Ну, подарки хорошо давать, да? А иногда мы не знаем, когда это подарок, когда взятка. И давайте подумаем. Что говорит Войлонский Талмуд? Если вы дарите другу подарок, скажите ему об этом. То есть не делайте это анонимно. Здесь говорится не о благотворительности. Когда мы будем говорить о благотворительности, мы будем говорить, что благотворительность можно и даже желательно делать анонимно, да? Но здесь имеется в виду как подарок. То есть мы друг другу делаем подарки, да? Вот. И это хорошо. Правильно? Но если мы делаем подарок, то нужно знать, да? Знать, да. Можно добавить просто человеку подарок, да? А можно, допустим, с какой-то определенной целью. Вот я, например, говорю. Вот я тебе даю, допустим, 100 долларов. Ну, делай что с ними, что хочешь, да, в принципе. А можно сказать, я тебе даю 100 долларов там на проезд. И я тебе даю 100 долларов, допустим, да, на то, чтобы ты там купил себе пальто, там, одежду и так далее, да? В таком случае как нужно сделать? Так, как тебе сказали, да? И ни в коем случае не нужно из этого экономить. Ну, если какие-то деньги остались, то это уже твои деньги. Если тебе просто дают подарок без любой, как говорится, условий, да, то ты можешь им воспользоваться так, как хочешь. Можешь его использовать, можешь его продать, да, передать другому и так далее. Потому что он становится твоей личной собственностью. И в этом случае не надо, понимаете, говорить или обижаться, допустим, как использовал твой подарок этот человек. Согласны? Нельзя, конечно, дарить такие вещи, которые мы заведомо знаем, что человек не будет ими пользоваться. Правда? Вот, подарок, он должен иметь какую-то определенную пользу. Если вы не знаете, что нужно дарить человеку, что лучше всего подарить? Подавите ему деньги, он сам себе купит подарок. Правда? А вот, но если вы берете в подарок какую-то свою старую вещь, которая вам не нужна и так далее, да? Ну, вы можете это сделать, если эта вещь ценная и хорошая. Но вы можете сказать, да, что вот это было мое пальто, оно мне не подходит, я хочу тебе его подарить. Но не говори, что это новое пальто, да? И в какой случае нельзя хвастаться подарком, как тот, кто дает, так тот, кто принимает, да? Один человек подарил другому одежду, а потом другой человек, значит, с другими присутствием. Что вы же первые, говорит, вы знаете, какая это одежда. Вот я ехал в Париж, я заплатил за нее столько-то, столько-то, столько-то. Правильно это? Видите? Ни в коем случае, значит, нельзя, не скромно, да? И если вы отказываетесь от подарка, да, вот, хорошо это или плохо отказываться от подарка? Не надо отказываться от подарка, да? Ну, в том случае, если этот подарок тебе может принести вред, например, тебе подарили водку или сигареты, ты можешь сказать, что я таких подарков не принимаю, да? А если тебе подарили сигареты, а ты эти сигареты продал другому, хорошо это? Вы понимаете, да? То есть то, что может человеку нанести какой-либо вред, не надо использовать для другого человека. Хорошо, и видите, поэтому необходимо знать, кто любит тебя, и поэтому нужно говорить, от кого подарок. Потому что основание сотворения человека было особым актом любви Бога к нему, поэтому Бог сообщил человеку, что создал по его образу и подобию своего. Как мы знаем, что человек создал по образу Бога? Если бы Бог нам не сказал, мы бы этого не знали, правда? Хорошо. Что касается взяток, да? Вы сами понимаете, что есть подарок. Вот, допустим, если врач делает операцию, сделал операцию хорошо, да? И ему подарили подарок, это нормально. Но если он требует взятку, чтобы сделать операцию, да? Что же нужно делать? Пусть человек умирает, нельзя платить взятку. Ну, вы понимаете, значит, я же еще раз говорю, что это получается, как бы, вот такой наш мир, да? Что все друг другу в карман смотрят. Вот, мы сейчас вот разберемся, в каком случае давать, в каком случае не давать, в каком случае предлагать, в каком случае не предлагать, да? Смотрите, если вас вынуждает что-либо делать, да? Да? Что вы, должны давать такую взятку? Должны, конечно, давать. Если вопрос, например, идет о жизни человека, да, все, вы должны. Вы не должны говорить, я христианин, я взятку вам не дам, да? Или тебя не хотят приписывать, хотя они обязаны приписывать, ну, не хотят, но не хотят, пока не дам взятку. А это противозаконно, да? Но все равно вынужден, вынужден это сделать. Это что похоже? Это похоже на то, что сделал наш праотец Иаков, когда он разощался к брату Исаву. Помните, он часть своего имущества, говорят, тоже одну десятую, отделил, разделил на несколько часей. И дальше идет история, чисто по рукотам в сапогах. А чьи это олсы, варкиза, варкиза карабаса, да? А чьи это козы, варкиза, варкиза карабаса, а чьи это коровы, варкиза карабаса, да? Вот так. То есть, это нормально? Это нормально. Значит, если речь о вопросах восстановления мира, или от тебя требует что-то, но это не нарушает закону, да? Но если ты даешь взятку для того, чтобы сделали тебе что-то незаконное, то ты не должен это делать, да? Или, например, есть несколько кандидатов, чтобы устроиться на одну работу, а ты даешь взятку, чтобы тебя устроили на эту работу. Значит, другой на эту работу что? Не попадет. В таком случае нельзя, да? Итак, если тебя вынуждает это делать, да, то ты должен это делать. Тем более, если вопрос идет о жизни, да, или здоровье человека. Вот. Если от тебя требуют за такую вещь, которую, в принципе, они обязаны сделать, ну что ж, требуют с тебя, и в Новом Завете сказано, сними последнюю одежду и отдай, если требуют. Ну что делать? Да. Даже можешь еще и больше дать, и нижнюю рубашку. Но, если ты инициатор сам этого, да, то ты должен знать, что в двух случаях категорически нельзя. Если это противоречит закону, да, или если будет страдать кто-то из-за твоей взятки другой человек, да, в обход другого. Закон о государстве, например. Да? Вот, я еще раз говорю, вы понимаете, то, что тебя требуют, он должен, обязан себя, как говорится, сделать бесплатно, а он себя требует за деньги. Ну, он нечистивец. У него власть. Что делает? И что, говорит, сними последнюю рубашку и отдай. Правда? Да. Ну, если ты сам вынуждаешь что-то противозаконное, ну, например, по закону нельзя строить на этом участке здание, ну, там выше четырех этажей, а ты хочешь построить пять этажей, да? И ты даешь взятку, чтобы архитектор там или кто начальник этого строительства тебе это сделал. Имеешь ты право это сделать? Ни в коем случае, да? Но если тебя вынуждает делать то, что они должны были просто так, то приходится делать. Угу, давайте. Ну, у меня и не мудрее, по-моему, там, сказано. Или мудрее. Ну, то есть, они больше достигают некоторых успехов, чем люди. Но там притча идет. Понимаете, притчу надо смотреть как притчу, а не как галаху. Да? Давайте тогда будем рассматривать в отдельных ситуациях как по-разному. Я говорю сейчас об общих. Дальше еще что? Такой принцип. Храните свои ценности порознь, не кладите все деньги в одно место. Опять-таки, пример нашего праотца Иакова, который разделил людей и всю семью на два лагеря. Разделил он народ и скот мелкий и крупный, и верблюдов на два стана. И сказал, если нападет Исав на один стан и побьет его, то стан оставшийся будет спасен. И это означает, что нельзя вкладывать все деньги в одно предприятие. Нельзя вложить все деньги куда? В один банк, да? То есть, желательно деньги рассредоточить. Если какая-то часть денег потеряется, то остальная часть сохранится. Еще я перечислю несколько законов деловых отношений. Итак, первое, второе и так далее. Запрещено обманывать при покупке, продаже, аренде, подряде и обмене денег. Запрещено обманывать при покупке, продаже, аренде, подряде и обмене денег, да? Как будет сдаю? Сохер, да? Как будет продаю? Мохер. А в идишском варианте, как получается? Шохер, мохер. Стала быть такая заповедь, когда ты делаешь шохер, мохер. Ты не должен обманывать, да? Хорошо. Запрещено перед продажей приукрашивать предметы. Ну, например, красить старую вещь и придавать ей вид новый. Если вы продаете автомобиль и его красите, вы должны все равно сказать, что этот автомобиль уже подержанный, правда? Вот я вам привел его порядок, покрасил. Но ни в коем случае нельзя выдавать это, как за какую-то новую вещь. То есть запрещено приукрашивать. Или как-то приукрасить этот предмет, а потом через неделю смотришь, что полезно, все поплыло, правда? Итак, значит, это тоже обман. Запрещено человеку арендовать, покупать для себя то, что ему получили арендовать или купить для другого человека. Да, я должен купить какую-то вещь, но она мне понравилась. Ну, я ему скажу, что я не смог, а покупаю себе. Да, это что? Запрещено. Запрещено. Иудаизм крайне отрицательно относится к тем, кто в деловых отношениях не держит своего слова. Раньше люди только полагались на слово человека. И что удивительно, на этом, в принципе, строилась Америка. Когда большие суды давали друг другу только под честное слово. Верующие люди. К сожалению, сейчас этого нет. Так же поступали староверы, например, купцы. Да, когда миллионы давали просто под честное слово. И люди сдерживали это слово. То есть, слово, оно является таким же важным, как и документ. Если ты не можешь сдержать слово, и ты не знаешь, сможешь ли ты его сдержать, да? Есть такое, говорится, бли-недер. Бли означает без, да? Бли-недер. Бли-недер. То есть, без обещания. Я постараюсь, но я не уверен, что у меня это будет так. Запрещено давать ближнему своему деньги в долг под проценты. То есть, под проценты нельзя давать, да? Но если ценность денег изменилась, например, да? Ты дожил тысячу гривен, а сейчас тысяча гривен стоит, как тебе, восемьсот гривен. То ты тогда должен сто, дать уже тысяча двести гривен вернуть. Но это не будет проценты, это будет учет инфляции. Это будет учет инфляции. Давшую деньги в долг запрещено получать от должника любой подарок или услугу. Это является преступлением. То есть, если ты требуешь от должника какой-то подарок или услугу. Ты ему дал, он тебе должен тоже вернуть, да? Нельзя требовать какой-то подарок или услугу. Если это входит в договор, да? Что я тебе даю тысячу долларов, а ты мне красишь дом, к примеру, да? Ну, это нормально. А требовать какую-то услугу или вы договорились за одну определенную сумму, да? А потом, как всегда, оказывается, что надо платить больше. То это неправильно. Хорошо. Также запрещено заранее платить за товар, который может подорожать. Потому что продавец понесет убыток. То есть, мы знаем, что цена товара может измениться, да? То платится за тот товар, который идет на момент покупки. Но нельзя заранее заплатить какую-то сумму, да? И забрать. А до следующего дня, когда ты забираешь товар, он что? Возрос два-три раза. Да. Если человек взял во временное пользование или в аренду какое-либо имущество, или скотину, его запрещено одалживать их или сдавать в аренду кому-либо без ведома хозяина. Ну, так же, кстати, между прочим принципом, гость гостей не приглашает, да? Если вас пригласили гости, вы не можете еще пригласить пять человек. Без разрешения хозяина, да. То есть, если вы взяли какой-то инструмент или машину в долг, да? Или что-либо. Вы не имеете права эту машину дать в аренду без разрешения хозяина, да? Пример такой. Значит, вы взяли у меня почитать книгу, да? Значит, кто должен вам вернуть? Мне вернуть книгу? Вы имеете право дать Свете, например, эту книгу, даже если она просит. Вы должны спросить, да, могу ли я отдать Свете, почитать эту книгу. То есть, понимаете, мы говорим сейчас не только о каких-то делах покупки-продажи дома, но и о самых простых делах, да. То, что с нами происходит каждый день. А если человек взял почитать книгу и не вернулся, был по факту? Ну, по факту, по факту. Я говорил, что он сначала попадает в категорию разгильдяев, а если он после второго-третьего напоминания не возвращает, он уже попадает в категорию негодяев. И тогда уже с ним разговор другой, да? Хорошо. Так. Взятую на хранение вещь запрещено передавать на хранение другим людям. Даже эти люди более достойны, чем сам хранитель вещи. Вернуть хозяину потерянную вещь – заповедь. Спасение имущества ближнего своего – также есть выполнение этой заповеди. Помните, я вам рассказывал? А, ну, второй курс помнит. Когда в Дании преследовали евреев, я вам, по-моему, даже фильм показывал, да? Как одевали все звезды. Да. А евреев переправили в Швецию. Интересно, что все вычистое евреев, у нас бы, наверное, все бы растаскали, правда? Представьте себе. Все было полностью закрыто. Да, многие хозяева сами прощали зарплату или соседи вносили плату за квартиру вот этих соседей евреев. Да, вы представляете? То есть полностью все сохранялось. И если у вас такой пример, вы нашли какую-то вещь, да? Ну, вот представьте себе. Я еще раз говорю, вот здесь вы не оставляйте свои вещи, потому что кто-то другой приходит, да? Верующий, неверующий, мы не знаем, кто вечером может сюда прийти и заберет. И тем самым вы сами даете повод к преступлению человеку. Если вы, например, в лесе украинки, ну, вот, чипичные такие примеры, и уходите, и видите, остался зонтик, даже вы не знаете, чей это зонтик, или Библия, или что. Что вы должны делать с ними? Взять с собой, да? Принести на следующее служение, или обратиться к ведущему служению, чтобы он объявил, что вот найдены такие-то определенные вещи. Значит, если хозяина не доходится, вот, вы можете пользоваться этой вещью, но если потом хозяин найдется, то вы что? Обязаны вернуть вещи, да. Хорошо, вот вы нашли, допустим, торт, колбасу, помидоры, а вам нужно на следующей неделе идти. Можете вы их есть? Их там лежит, так они протухают, да? Да, правильно, вы должны съесть, да, но в таком случае, если найдется хозяин, вы должны оплатить, да, ту сумму, или договоритесь уже с ним, которую это стоит. Хорошо. Значит, вернуть хозяину потерянную вещь, заповедь спасения имущества ближнегоства, тоже есть в выполнении заповеди. То есть, если вы этот зонтик оставляете, то ясно, что его следующее служение уже не будет, да? Если вы ее взяли, то вы сохранили и выполнили заповедь. Вещь, в отношении которой есть сомнения, потеряна она или просто положена на время, и в данное время запрещено касаться, да? То есть, вы видите, лежит что-то в Библии, вот здесь, где люди. Может, человек вышел, может, он придет, да? Здесь не говорится, вот, когда вы уже все ушли из леса и украинки, и там придут другие, то вы их что? Не имеете права. И имеете право также красть шутку, знаете, некоторые. Вот, украл и все. Да, это я пошутил, да? Ну, сами понимаете, что вещь, положенную плохо украсть, это не считается. Да, Паниковский, бросьте гуся, да? Хорошо. Да. Итак, дальше, вещи, которые есть сомнения. Дальше, запрещено не доливать, не довешивать покупателя. Это преступление. И причем тяжелое, потому что виновный не сможет полностью компенсировать обманутого нанесенный ущерб. Меру с уменьшенным объемом или весом запрещено. Даже просто иметь у себя в магазине дома, даже если она используется в качестве ночного горшка. Вот так. Ну, люди сами отвечают за свои грехи. Здесь же говорится о верующих людях, да? Как мы должны поступать? Запрещено вредить имуществу ближнего своего или делать что-либо, что может принести ему убыток. То есть, если вы с этой вещью обращаетесь небрежно, да? И она приходит потом в ущерб, неугодность, да? Взяли книжку, на книжку там положили горячий какой-нибудь чай там, да? Она покоробилась и так далее. Запрещено даже в своем владении делать что-либо, что может повредить соседу. Ну, например, выливать воду на землю, если рядом стена соседского дома. То есть, даже если вы делаете это в своем, да? Но может повредить соседу, то нельзя. О запрете любых ущербов. Есть такой трактат, называется «Незиким», то есть ущербы. Всякий, кто ударил ближнего своего или даже только поднявший руку, на него считается по закону злодеем. Малолетних сыновей бить разрешено, чтобы наставить их на путь истины, поскольку это делается для их блага. Запрещено выбрасывать осколки стекла туда, где они могут нанести ущерб. Запрещено производить шум любым способом, если у соседа болит голова. Ну, музыка или там что-то, если ты даже работаешь там, дрели стен. У меня постоянно, я не знаю, уже, наверное, все стены, они обдирают, что постоянно дрели. А так вот приходишь, голова болит, дррррррр. Знаете, книжка «Муму» – «За что Герасим утопил Муму, я не пойму, я не пойму». Да, взял и утопил Муму. И с тех пор в каждой семье живет память о Муме. Так что, за что Герасим утопил Муму? Вот Муму, да, Муму жалко, Герасима жалко, всех жалко. А кого вам жальче всех? Да живете до моего возраста, поймете, как я прихожу за головную боль. До моего, каждый этот звук држа в голове. Я так считаю, что больше всего мне жалко старушку-помещицу. А что? Герасим все равно глухой был, им это не влияло. Да? Вот, так что Герасим по Торе поступил. Да. Дальше. Запрещено избавляться от ущерба, даже если в результате это действие будет нанесен ущерб ближнему. Запрещено избавляться от ущерба, если в результате этого действия будет нанесен ущерб ближнему. Ну, например, камни со своего огорода к соседу перекидывать. Можно? Хорошо. Запрещено заходить на чужое вспаханное поле, так как этим наносится вред земле. Если ближний попал в беду, человек обязан приложить все силы к тому, чтобы спасти его, даже если это требует значительных материальных затрат. Не делающий этого нарушает запретторы. Не стой на крови ближнего твоего. То есть, если сосед попал в беду, ты что должен? Помочь ему, даже если это связано с определенным. Но тем более можно и нарушить субботу. То есть, в любых случаях надо оказать милость и помощь. Запрещено пугать людей, взрослых и детей любым способом. Да, у нас страшилки по телевизору показывают. Вот, с точки зрения торрых, их надо всех штрафовать или побить помнями. Потому что запрещено каким-либо, любым способом пугать взрослых или детей. Это серьезно. Как словами, так своим поведением, так и своим внешним видом. Тора требует помочь попавшему в беду любым способом. Но если это вопрос твоей жизни, значит, то, конечно, ты не можешь плавать, да? Ты не должен это делать. Запрещено задерживать плату наемного работника, мы же говорили. Если работник нанес ущерб вещи, с которой работал, то по закону обязан оплатить его стоимостью. Но если этот работник бедняк и ему нечего есть, то заповедь разрешает оплатить ему рабочее время. Вот такие вещи. Ну и к частным различным случаям. Например, запрет обмана. Вот, можно такие вопросы задавать себе. Хочу ли я утаить что-либо от покупателя? Например, скрытые дефекты. Верную ли цену я поставил? Соответствует ли качество товара? Описание. Помните, мы говорили, что запрещено смешивать товары высокого и низкого качества, да? А если у вас это делается, то вы должны об этом поставить в известность. Второсортные товары запрещено продавать как первосортные. Дефекты в новых и поддержанных товарах обязательно должны быть указаны, даже если это незначительная неисправность, не играющая роль на функции данной вещи. Правда? То есть, можно делать уцененные товары, но они обязательно должны быть указаны, какие есть дефекты. То есть, запрещено продавать, значит, пишущие машинки, швейные, стиральные, автомобили и так далее. Вот. В коем случае запрещена реклама? Ложная реклама. Реклама, она должна о чем? Она просто доводить до сведения о новых, например, товарах. Но вся наша реклама в таком случае, она должна пойти под суд. Потому что это прямой обман, а то даже и манипулирование, правда? Вплоть до такого, наверное, программирования людей. То есть, запрещено, так и говорить, приобретя этот продукт, вы тем самым совершите чрезвычайно выгодную для себя покупку, да? Запрещено переплату делать или, например, продавать какие-то товары в нагрузку. Раньше такое было, да? Покупаешь книжку за 3 рубля, а тебе еще на 10 рублей какую-то там ненужную статуэтку продают, да? Вот. Запрещена даже недоплата, да. И если вы думаете, что вот такое вот вам говорят, что вы это купите там 3 вещи, а 4 вещь бесплатно, как вы думаете? Это тоже обман, правда? Она не 4 вещь, не бесплатна. Просто эта 4 вещь, это разделено на то, что не додали из этих 3 вещей вам, да? То есть, то же самое. То же самое. Вот. Запрещено не додавать сдачу. Если такое случилось, значит, нужно, как говорится, догнать и добавить. Если покупателя невозможно найти, он покинул район и вообще неизвестен, продавец обязан дать объявление в газете или на своей лавке, написать примерно такого. Человек, купивший такой-то предмет, такой-то день и час, получивший неправильную сдачу, просит зайти по такому-то адресу и получить причитающуюся сумму. Если покупатель вернулся через несколько лет, ему все равно надо доплатить недостающие деньги. Если ошибку допустил работник магазина, ему не разрешается покидать рабочее место, чтобы найти покупателя без разрешения хозяина или управляющего, поскольку он находится на службе у своего работодателя, ему оплачивают время работы. Кто-то там не додал сдачу 10 гривен, да? Нельзя сказать, я вас сейчас брошу, поеду, дойду этого человека, если не разрешает хозяина. Вы помните, что рабочее время, оно кому принадлежит? Хозяину, да? И когда ты на работе, ты должен что делать? Работать. Если оставили пакет-то при лавке, если на сумке или пакете есть опознавательные знаки, надо положить пакет в надежное место и указать опознавательные знаки. Потому что иначе так, если вы дадите объявление такое, что человека, потерявшего кошелек со 100 долларом, желающих вернуть, просим не толпиться, а стать по двое в очереди. То есть, всякая потерянная вещь, нужно обязательно не говорить полностью, а дать описание примерное. И тот, кто берет, он должен сказать подробно, что и доказать, что это вещь его, правильно? Давай, слушай вас. А если я оставляю какой-то заранее описание чаевые? Значит, если вы даете чаевые, и это считается как обычай, да? Как обычай для них. Вы просто человеку даете сдаку. За хорошее обслуживание. Но требовать он с вас их не обязан. Но я считаю, что это, если, как правило, хорошего тона, и вы знаете, что чаевые должны быть, понимаете? В Японии, например, да, в Японии чаевые не берут. Там не принято брать чаевые. У японцев. Но, несмотря на это, всех японцев почему-то считают, что они вымогатели. А знаете, по одной простой причине. Когда мы показываем вещи, что-то показываем, вот это там, вот это там. А японец, когда показывает, господин, это ваша комната. Господин, это ваша кровать. Все японцы хорошо замаскиваются. Китайцы не все, слишком много. С этой целью вы можете спрашивать. Но если вы вообще не собираетесь. Есть такие люди, просто ходят и везде интересуются. Это другое совершенно. Вот. То есть, должна быть определенная вещь. Если получили больше, чем было заказано, то вы обязаны уведывать об этом поставщика. Есть определенные вещи, которые, как говорят, заключается сделка. Раньше били, да, рука об руку, да, ударяли или последний удар молотка на аукционе. Это считается заключением сделки. А также письменное или устное, да, что вы уже совершили. И если вы уже сделали, вы обратно, если вы расторгаете эту сделку, что вы должны заплатить определенный процент за то, что вы человека, как говорится, заставили придержать, например, этот товар для себя. Есть определенные вещи, которые заключаются в договор. Ну, и такие договоры называются киньян. Киньян. Вот. Есть судар. Судар. Киньян, известный под названием судар, один из наиболее принятых способов приобретения вещи. Из чего я решил, что казахи тоже евреи. Еду я по Алматы, сразу как меня везли с аэродрома, и смотрю, и везде написано «Суда», «Суда», «Суда». Спрашиваю, оказывается, это означает «продажа». Видите, а на иврите судар. Значит, судар заключается следующим. Человек, желающий приобрести некий товар, или его представитель, показывает владельцу товара кусок ткани, например. После чего владельец товара приподнимает эту ткань на 20 сантиметров на уровне пола, или другой поверхности, например, над столом. И тем самым он показывает свою готовность приобрести. Либо отдает покупателю оговоренной сделкой товара. После совершения киньяна, то есть договора о сделке, значит, ткань уже считается проданной, и он уже обязан за это заплатить. Устное соглашение также, хотя оно не является такой же закономерным, как для государства, но честный человек и верующий должен обязательно все сделать. Договорная цена, да, торговаться можно, но торговаться можно только до того, как ты совершил вот этот судар. То есть, как говорится, ударили по рукам, или молоком по голове покупателя. Или вот такой вот чисто символический жест сделали. Ну вот вы договариваетесь о цене, да? А потом происходит либо документ вы оформляете, называется киньян, либо судар, то есть, я же говорю, какой-то определенный акт вы совершаете. Вот, например, в Израиле древнем, да, брал человек, эту вещь поднимал на 20 сантиметров над какой-то поверхностью, и либо он оставлял себе, либо возвращал владельцу. Это считалось уже, как бы заключил договор. То же самое, как если бы письменно, да? Ну, я говорю, в некоторых странах бьют, бьют в ладоши там, и так далее, различные вещи. Вот. Да. Возможно. То есть, если вы торгуетесь, значит, торговаться можно только до этого момента. А после этого момента можно как-то менять цену? Нет. Нельзя. Только в том случае, если цена товара всего изменилась, или произошло изменение денег, только тогда можно. Хорошо. Вот. Тор не ограничивает предпринимателя в размере допустимой прибыли. Но в ряде случаев следует принимать следующее внимание. Расходы. Стоимость сырья, расходы на производство, стоимость быта товара, накладные расходы. Ну, вот, например, заповедь. Отдавай десятину, да, от прибытка своего. Да. От поля своего и от прибытка своего. Значит, как вы думаете, если это вам дали подарок с какой-то определенной целью, это является десятиной? Если вы, например, продали дом и отдали деньги сыну, или купили себе дом и сыну дом, это является вашей прибылью? Нет. С этого десятины не надо давать, да? Ну, еще раз, если вы продали как выгоду, это прибыток с вашего уста. Но если вы продали и тут же купили две квартиры себе, например, и сыну, ну, как мне. Нужно давать десятины? Нет. Чтобы вы поняли, да? А то некоторые говорят, «Ой, боженьки мои, и мне вот нашелся добрый человек, чтобы ему гореться, подарил он мне машину, и теперь мне надо десятины платить с этой машиной». Нужно это? Нет. Это вам подарок дали. Понимаете? Это есть прибыток ваш. Или, если вы, допустим, занимаетесь хозяйством, значит, что? вы получили какую-то сумму. Но это и является всей вашей выгодой? Нет. Вы должны заплатить работникам, вы должны учесть амортизацию оборудования, вы должны учесть стоимость товара, вы должны учесть себестоимость проданного товара, да? Вы должны учесть, что? Допустим, что вы должны столько-то процентов выделить на расширение производства, и вот только то, что у вас останется, это что будет? Это чистая ваша прибыль, да? И это и есть отношение к десятине, да? Отношение к десятине. Чтобы вы понимали, то есть нужно учитывать стоимость сырья, расходы на производство, стоимость быта товара, накладные расходы и так далее. Хорошо. Сверхнормативная плата за выполненную работу. Нельзя устанавливать непомерно высокую цену за мелкий ремонт, за одежды и так далее. Значит, нельзя сверхнормативно заставлять работать работника без его ведома, да? И сверхнормативная работа должна как? Выше оплачиваться, да? Выше должно быть оплачиваться. Начиная смена должна оплачиваться выше. Вот поэтому, например, скорой помощи в сутках 25 часов. То есть, ну, допустим, тот, кто дежурит дневную смену 12 часов, а тот, кто дежурит ночную смену, сколько ему платится? Как за 13 часов, допустим, да? Хорошо. Значит, реклама. Я говорил, реклама должна быть честным, а иначе это называется покушением на заработок ближнего. Нельзя также переманывать свой магазин покупателей конкурента. Но разрешается сбивать цены, предлагать покупателям гарантии и особые скидки, предлагать бесплатную доставку товаров и вести рекламную кампанию, только честную, и рассылать проспекты. Это разрешается, да? В данном случае это будет честно. Но если вы специально сбиваете цену для того, чтобы своему конкуренту досадить, а потом когда вы его разговариваете, чтобы взвинтить цену опять, то что это запрещено, да? Но если вы предлагаете покупателю какие-то гарантии, скидки, это делать разрешается. Свои товары можно расхваливать, но только честно, избегая при увеличении. Разрешается подчеркивать достоинство товара, но при этом нельзя создавать у покупателя ложное впечатление о его качестве или других. Нельзя говорить, что у конкурента хуже, чем у меня. То есть можно говорить, мой товар по качеству лучше, чем у конкурента, но нельзя говорить, у них товары низкого качества. Покупатели также должны быть сведущи в качестве товара и ни в коем случае не должны обманывать продавцов. Каким образом покупатели? ну, в создачу продавца такое ощущение, что он купит большую партию товара, договаривается о цене, а потом что покупает? Одну штуку, к примеру, да? То есть таких вещей нельзя. В случае, если воздаются споры, значит, они, эти люди, идут в еврейский суд Бейдин. Бейдин. Обе стороны выбирают одного Даяна. Лучше всего, если это будет Моши Даян. Даян судья, да? А есть такое в Новом Завете? Там такой зинозаконник где-то упоминается, да? Скорее всего, это Даян. То есть это такой судья, который разрешает какие-то финансовые споры. Значит, выбирает одного Даяна судью и одного Равина. Если в городе есть официальный суд Бейдин, суд Равинов, то обращается в него. Значит, евреи, если оба евреи и могут разрешить по-нормальному, не должны обращаться в нееврейский суд. Есть аналогия в Новом Завете? Да. Но если еврей и нееврей, то в нееврейский суд разрешается обращаться. Если одна из сторон не участвует в выборе Бейдина, то другая сторона может обратиться в любой Бейдин, который в данном случае возможен. И Бейдин, то есть суд, должен решать, может ли он сам принять это решение, и если не может, то праве передать дело в нееврейский суд. Бейдин должен стремиться к компромиссным решением. Теперь что касается бракованных товаров. Бракованные товары. При обнаружении дефектов в купленном товаре покупатель имеет право отменить покупку и потребовать возвращения денег, но при условии, что он не пользовался дезделием после обнаружения дефекта. Если же он продолжал им пользоваться, то это значит, что он готов оставить у себя. Взял машину и обнаружил не дефект. А если он уже проехал из Одессы до Кишинева и обратно, то что уже должен оставить эту машину у себя. Если покупатель пользовался изделием до того, как обнаружил дефект, и только после обнаружения решил возвратить его продавцу, то он может это сделать. То есть, если он знает дефект, он не имеет права пользоваться, продолжать, но если он обнаружил дефект, только, допустим, через неделю а гарантийный срок, вот, да, то он должен его сразу вернуть, как обнаружил дефект. Надо обязательно учитывать и свои интересы, и интересы других людей. Поэтому, во всяких случаях, надо делать так, чтобы не было ущерба другому. Правда? Законы, определяющие партнерство. Необходимо регулировать следующие вопросы. Какую сумму инсуристирует каждая сторона в деньгах и товарах? Сколько времени каждый из партнеров уделит общему бизнесу? И какую конкретно работу он будет выполнять? Какое условие предоставления выгодных дел, праздники или другие семейные торжества? Каким образом будет осуществляться распределение доходов? На какой срок заключается партнерство? Будет ли оно иметь постоянную партнеры несут степень ответственности согласно договоренности в случае убытков? Если взятие банков суд, надо заранее договориться, какими они будут и в какой процент отношении каждый из них отвечает за это суд. То есть условия расторжения договора о партнерстве тоже должны быть учитаны. Все соглашения должны быть зафиксированы письменно. Да. Угу. Хорошо. Хорошо. И еще относительно жилища, если продается, должно быть ремонт, предупреждение, если о прекращении контракта, условия повышения квартплаты, право сдачи и так далее. Хорошо. А если вы берете в долг без согласия владельца? Нельзя пользоваться предметом, который принадлежит другому человеку без предварительного соглашения. Иначе такое действие может быть классифицировано как воровство. А кто-то говорит, я, извини, дорогой товарищ, я у тебя эти 100 долларов не украл, я взял на время, а теперь я тебя возвращаю обратно. Это что получается? Воровство. Хорошо. АДХАЕВ